Привет, друзья, очень рад снова видеть ваши лица, сейчас я на вас посмотрю. Включайтесь, пожалуйста, тоже на видео, так здорово. Давно не виделись, уже сколько, недельки полтора-две, привет, привет. Приятно, приятно вас снова всех увидеть уже, так сказать. Да, я тоже соскучился. Отлично. Ну что же, расскажите пару слов, можно написать, как у вас дела, как идет teachers, размеренно. Я так понимаю, что не так много занятий в неделю, то есть вторник, четверг и суббота, да? Правильно я понимаю? Может быть, еще воскресенье, да. Вот так идет, да? Заваливают информацией. Наверняка каждый преподаватель хочет поделиться тем, что он любит, знает, и наверняка это бывает. Философия не дает расслабиться. Философия, да. Много вариантных, кто оказалось. Да, философия сложная тема. Тема очень, конечно, многогранная. Вот. Йоготерапия тоже будет непростой, я замечу. То есть она не может быть простой по определению, потому что терапия это очень такое. Сейчас мы пару минут еще с вами, так сказать, привыкли друг к другу, да? Снова. И погрузимся в мир йогатерапии. Вот. Так что даем возможность тем, кто хотел присоединиться, присоединиться. Будет очень хорошо. Я, кстати, сейчас предложу вам, пожалуйста, подумайте. Еще раз предложу это ближе к второй части занятия. Подумайте, что вам интересно было бы узнать. Потому что терапия это же просто бездонное дно, да? То есть я выбрал какие-то темы. Ну, предложил Рауфу, когда мы еще согласовывали эти темы. Вот. Не обязательно мы должны прям супер следовать по ним. И, конечно, блоки эти с вами пройдем. Но мы можем сосредоточиться на каких-то прикладных задачах. Да? Распечаток нет к блоку пока. Нет. Как это нет? Ну, есть же. Все. Материал был отправлен. Не знаю. Может быть, просто не подшили. Но вообще материал был отправлен. Так что все есть. Вот. И у нас есть возможность с вами поработать с какими-то прикладными аспектами. Например, там, колени или позвоночники, шеи, поясницы и так далее. Давайте пока мы... Практика. Ну, немножко будет. Сегодня вообще у нас сложное занятие. Я вас сразу забегаю вперед. У нас сегодня будет такой hard talk. Сложный, серьезный разговор про терапию. И я надеюсь, так сказать, вы выживете хотя бы к середине занятия. Потому что я буду стращать вообще по полной. Вот. Но это... Отлично. Спасибо. Вижу, что вы пишите свои вопросы. Пишите, да. Потому что будет тогда какой-то материал, как с чем работать. Вот. Заранее извиняюсь за сегодняшнюю тему. Она будет сложная, действительно. И она эмоционально довольно трудная. Но это надо сделать. Хотя бы раз в жизни нужно так поговорить об этом, да. Вот. Чтобы, так сказать, расставить внутренние точки над «и». И с одной стороны, это такой вызов для меня в том числе. Там я в таком позитивном плече выступаю. И говорить сложно и тяжело. Бывает не всегда просто. Но это надо сделать. Поэтому я извиняюсь заранее. Вот. Мы будем об этом говорить. Давайте расскажу пару слов про свой опыт в терапии. Думаю, будет интересно. Ну, в терапию я зашел где-то в 2001 году. Вначале, да. Вот. Стал с ней знакомиться. Ну, вообще, мне была интересна всегда медицина. Всегда какая-то иммунальная практика. Я имею огромный опыт массажа. Больше 30 лет у меня опыт работы руками. Поэтому, так сказать, руки рабочие в этом смысле. Вот. И всегда было интересно, как найти проблему. Из чего она состоит. Сначала это была какая-то первичная развертка просто на атласах. Потом это различные обучения всевозможные, которые дали возможность терапевтировать людей. Быть йоготерапевтом. Вот. На массаж ко мне захотелось. Да, на массаж ко мне, да. Трудно попасть на массаж. Я не выключаю видео. Просто как-то подключиваю это интернет. Бывает такой с зумом. Вот. Отлично, что вы пишете. Потом я все это консолидирую. Все эти тексты, да. Все вопросы, запросы, травмы. Вот. Отлично. Кстати, травма. Часто я прочитал мельком. Травма задней поверхности ноги в процессе наклонов, да. Вот. Травмы йоговские. Стоит, конечно, понимать, как с ними работать. Ну, так вот. Про себя. Про себя. Терапией я начал заниматься более системно с 2011 года. С 2006 года я начал погружаться в мануальную терапию до йоги. То есть просто учиться делать адекватный, интересный, разнообразный массаж. Там тайские техники потихонечку прилипли. Вот. А профессионально в терапии я с 2014 года. Я отучился во Фровово Артема. Вот. И продолжаю поддерживать контакт со всей вот этой, с как бы, историей ИВМР. И всячески рекомендую, если вы хотите системно погружаться в терапию, пройти какое-то такое глубокое базовое образование получить. Потому что нужно очень много понимать и знать, чтобы заниматься полноценной терапией. Вот. И мне всегда было интересно синтезировать. То есть брать различные техники, синтезировать, исследовать, понимать, как можно, какое можно создать механику по восстановлению. И, собственно, это отразилось в полной мере в моей деятельности. Я занимаюсь очень много исследованием. У меня большое количество аудитории. То есть, может быть, тут я за вас в курсе. Я сотрудничаю с таким большим медиахабом, да, если можно так назвать. Ну, большим медиапроектом с Игорем Будниковым. И у него там огромное количество аудитории. Там порядка полмиллиона человек. Ну и, соответственно, через него есть возможность коммуницировать с большим количеством людей, которым надо. То есть люди с проблемами со спиной, с шеей, с суставами, там масса всего. И за последний год примерно порядка 15 тысяч человек через меня прошло. Ну, можете понять объем. Только за сегодня я коммуницировал за вчера и сегодня. Ну, вот больше сотни коммуникаций. И вот голова закипает. Немножко я не в ресурсе, наверное, даже видно, по-моему, из-за этого. Слишком много общения, коммуникации. Ну, так вот, благодаря тому, что есть возможность попробовать свои программы на большом-большом количестве людей, есть и анализировать. Потом у меня есть своя система тестирования, есть свои синтезы различных современных методов по реабилитации. В основном по опорно-двигательному аппарату. Это вот мой фокус. Я очень люблю работать именно с опорно-двигательным аппаратом. Ну, как вот под него лежит туда душа, скажем так. И максимальное количество наработок именно по нему. Иногда это даже, знаете, выглядит как некая магия. Человек приходит, говорит, вот у меня там год болит вот здесь. Я там сходил к неврологу, к остеопату, там, на массаже, к мануальщику. И ты делаешь просто... Я знаю просто, что конкретно болит, как это надо сделать. Делаю два движения. Отпустила. Потому что, мой, перестало болеть шеей. Это иногда выглядит так. Но когда... Я вас уверяю, когда вы работаете много лет и погружаетесь в какую-то тему, то вот ваша работа, она похожа чем-то на магию становится. Вы непонятно со стороны. Ты просто смотришь на человека, уже понимаешь. Ага, вот он идет вот так. Вот такой наклон головы. Вот такое дыхание. И сразу же внутри такая раскладка. Что может болеть? Какие зоны риска? На что надо обратить внимание? Где там баланс каких-то осей в теле, соответственно? На что нужно обратить внимание в реабилитации? Это похоже на магию, но это является результатом большого количества работы с людьми и с информацией. Ну, как бы это немножко про мой опыт. Да, опыта, безусловно. И, исходя из этого опыта, я могу немножко так подробно рассказать про опорно-двигательный аппарат. И не то чтобы по стольку-поскольку. То есть, есть опыт работы с другими заболеваниями. Там с дыхательной системой тоже очень много. С различными иммунными заболеваниями есть. Некоторые опыты интересные тоже. Так что у нас есть вот такая как бы программа в рамках заявленных тем. Это вообще пределы, сегодняшний день это пределы компетенции. Это вообще подход к йога-терапии как таковой. То есть, вне зависимости, хорошо, если вы имеете такое образование. Если вы хотите заниматься йога-терапией, но не имеете этого образования, я бы вам предложил внимательно высушить сегодняшнюю тему. Потом мы поговорим про опорно-двигательный аппарат. Там у нас в графике занятий дыхание стоит на первом месте. Но мы начнем с опорно-двигательного аппарата. Потому что дыханием мы занимались уже очень плотно в предыдущей части тренинга. Поэтому там чуть-чуть мы доработаем, и у вас уже есть необходимый инструментарий. Поработаем с репродуктивной системой, с кровеносной системой, тоже с сердечно-сосудистой поработаем. Ну вот это как бы план, прием, план нашего этого курса по терапии в рамках органик йога-тичерза. Что сегодня? Вот чуть-чуть рассказал про себя, про наш план. Сегодня наша задача понять как бы вот это само отношение к практике йога-терапии. Это такой жесткий и сложный разговор. Давайте я начну уже. Попугало-попугало, теперь уже приступим к этой теме. Рад, что сегодня такая большая, богатая аудитория. Я думаю, что многие с курса про на ямы присоединились. Это здорово, очень рад. Вот, наверное, все-все я читать сейчас не смогу, потому что вы написали уже там больше 30-40 вопросам, нужно идти уже по теме. Итак, мы начнем сейчас с общих таких представлений. Что такое йога-терапия? Ну, во-первых, это современное течение, современное. Оно имеет некоторую историческую преемственность, потому что все так или иначе существовавшие школы йоги, они так или иначе себе содержали хотя бы немножечко вот эту идею йога-терапии. Но она очень была в примитивном виде. В основном таким интересным явлением был, наверное, Шавананда, чуть-чуть Айнгар, чуть-чуть Тхренда Брахмачари, которые прямо непосредственно говорили, вот это помогает от этого. Сделай, значит, хастрику, здесь делай наклоны, тут делай прогибы, давление делай перевернутый асан, вот это все. Я еще это прокомментирую. Но то, что сейчас, это существенно более глубокая тема, поскольку мы люди западного ума, и йога, двигаясь на запад, проникая в нашу среду, она тоже отражалась и в людях, которые занимаются медициной. Им было интересно попытаться совместить вот это западное медицинское знание с восточным практическим опытом, и вот сформировалась такая вот идея более глубокого подхода к йога-терапии. Так, собственно, современная йога-терапия является таким слиянием западной медицины и различных восточных учений и течений практических и философских моделей. Например, там йога, аюрведа, китайская медицина, какой-то там тайский массаж, табический массаж, там различные все восточные схемы. Даже так и называется, вот, например, у Артема Фрауова институт восточных методов реабилитации, восточные методы. У Сергея Агапкина это традиционная система оздоровления, то есть традиционная, то есть вот через такие формы попытка пояснить, то, чем ты занимаешься. Вот. Значит, какие вот базовые вещи нам сегодня нужно обсудить? Во-первых, нам надо погрузиться в идею сложную, но очень интересную, это пределы своих компетенций. Допустим, многие, я думаю, что из вас, кто первый начал омирать принципы йога-терапии, я думаю, что это очень давно было, в веках. Среди наших, пожалуй, наверное, вот Артем с Сергеем, вот они эту тему повели. Сейчас мы можем найти практически в каждом крупном городе какого-то врача йога, который имеет свою модель, там, в Нижнем Новгороде есть, я знаю, там, в Питере есть, я знаю, тоже еще школа, которые, собственно, это и сделали. Я думаю, что это был такой тренд появления синтеза, поэтому принципы мы сегодня с вами тоже будем обсуждать. Ну, так вот, с чего нам надо с вами начать? Нам нужно начать с понимания пределов своих компетенций. Допустим, вот я хочу, я преподаю йогу, да, начинаю преподавать, или уже преподаю, обучаюсь, вот, найти через, там, органик, например, да, и ко мне постоянно подходит просто такой смоделируем ситуацию. Ко мне постоянно подходит после занятий люди, особенно если на занятии я скажу, там, несколько соответствующих слов, там, от головы помогает вот это, от боли, там, в тазобедренных помогает вот это. Люди начинают понимать, что я что-то, там, представляю о болях, да, у меня есть какие-то знания о том, как можно помочь им, и мы получаем массу вопросов, там, на переменке, да, после занятия к вам подходят люди и говорят, вот, а у меня тут грыжу нашли, да, или вот у меня что-то там шея ноет уже который год, да, вот как мне быть с этим? И вы попадаете в ситуацию, когда надо что-то отвечать, надо какую-то, вот, человеку помочь, есть запрос, и может быть даже есть в вашем случае интерес, вот, и в этом случае нам нужно, конечно, немножечко притормаживать и очень четко понимать пределы своих компетенций. Что это значит? А это значит то, что, давайте вот я зайду издалека, мне хочется вот эту тему, чтобы вы ее очень качественно поняли. Посмотрите, когда мы понимаем, ну, когда мы говорим, что мы что-то понимаем, да, допустим, я понимаю практику медитации, или я понимаю практику пранаяма, или я понимаю, как строятся там некоторые процессы внутри IT-компании, да, у меня есть личный опыт. Из чего строится это понимание? Оно строится из объектов, то есть некоторых моих знаний об этом процессе, объекты. Из этих объектов я как бы реконструирую весь процесс. У меня в уме появляется некое описание модели, что из чего следует, да. Вот сейчас я описываю, например, там процесс, ну, не знаю, процесс закупок в IT-компании, да. Я понимаю, что есть, например, если это с госучреждением, то там есть тендеры, есть спецификации, есть там отдел продаж, есть отдел закупок, есть между ними там какая-то переписка, сроки, логистика и так далее. То есть есть некий процесс, который я могу описать, да. Я намеренно беру пример не из йоги, чтобы быть немножечко как бы в другом, на другом примере это дать. Вот. И, соответственно, чем больше у меня знаний об этом предмете, тем более точно я смогу реконструировать его процесс. Понимаете? Чем больше я понимаю, тем более точно я могу реконструировать. И вот когда ко мне подходит какой-то человек, да, и говорит, вот у меня болит вот здесь, что я об этом знаю? У меня есть свой личный опыт, да. Я знаю там какой, если я, например, не врач, да. Я знаю свой личный опыт, если у меня болела шея. Или я знаю там опыт ближайших людей, которых я наблюдал, там, человек 10, 15, 20, которые тоже что-то мне рассказывали об этом. Что-то я где-то читал пару статей, пару фильмов об этом посмотрел. И все. Это очень-очень маленький объем материала, который позволяет мне построить очень примитивную модель. Понимаете? Примитивная модель в том смысле, что я начинаю думать, что, наверное, это потому что, да, и объясняя себе как-то. Но вот это моя модель в том случае, который я описал. И, например, модель врача, который занимается анализом каких-то клинических симптомов, клинические картины, это вот признаки, да. Боль здесь тянет, тут, значит, выкраснение такое, температура, протока и так далее. Анализы вот такие. Это вся клиническая картина. Вот то, как может, например, реконструировать эту тему врач, она в сотни раз более подробная эта модель, да. И именно поэтому нужно понимать, что мы, как йогатерапевты, не имеем права, и это юридически так, да, с одной стороны, а с другой стороны, это и по совести тоже так. Мы не имеем права ставить диагнозы, потому что есть масса ситуаций, и я с этим сталкивался в полной мере, когда делается какое-то заключение просто потому, что, ну, тебе кажется что-то, да, вот тебе кажется, например, ты смотришь на… вот этого мы тоже коснемся с вами, смотришь, например, давайте йоговский пример. Девушка говорит, болит поясница, да, и я очень часто видел эту ситуацию. Смотрим на ее поясницу, да, и говорим, у тебя, наверное, слишком большой прогиб, прогиб вардос, говорит йогатерапевт, да, ну, йог, просто преподаватель йоги, а у девушки такой хорошо выраженный зад, да, то есть ягодицы такие прям хорошие, красивые ягодицы, да, и прямая поясница абсолютно, как палка. Но вместе это формирует такую как бы… Давайте я вам покажу картинку, чтобы вы понимали, о чем идет речь, я не голословен. Так, 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 материалы для семинаров, вот, значит, секундочку, чтобы вы просто увидели, как это бывает. Так, так, вот девушка нашлась, она дала свое согласие, чтобы я показывал ее со стороны, вот, и это просто классический пример. Смотрим, очень симпатичная, очень прям все хорошо видно, вот, значит, эта девушка, смотрим, посмотрите, пожалуйста. Какой прогиб-то шикарный, да? Но в действительности, если есть на эту тему тесты, которые показывают, что у нее поясница плоская, у нее просто передний наклон таза, вот ее МРТ, давайте посмотрим на ее МРТ, да, просто, опять же, МРТ, нужно уметь его читать, если ты хочешь заниматься терапией, нужно хоть что-то как-то примерно понимать. Смотрите, вот это поясница, поясница, видите, она как палка плоская, вообще никакого прогиба нет, но есть передний наклон таза, да, и вот, чтобы мочь вот это описать, то есть найти вот в этой картинке, да, увидеть вот эту картинку, нужен опыт, но в большинстве случаев мы видим в качестве диагноза от йогов, у тебя слишком глубокий прогиб, скругляй поясницу, да, и как ей дается рекомендация, делай все время вот так, говорит и преподаватель, вот так делай, и она, соответственно, пошла делать вот так, как вы понимаете. Что это, к чему это приводит? Приводит к тому, что у нее и так плоская поясница, и так у нее нет нормального прогиба в пояснице, она нефункциональна. Плоская поясница – это плохо, это очень нехорошо, это большое заблуждение среди йогов, которое длится уже десятки лет, о том, что нужно выпрямлять свою поясницу, в итоге это приводит к тому, что она становится нестабильна, да, нестабильность, плоская поясница. Это просто пример один, да, я сейчас зачем это вам рассказываю, чтобы вы понимали, где пределы своей компетенции попытались увидеть в этой ситуации. Вот, и в итоге она многократно получала от йогов, она занимается йогой уже много лет, от остеопатов, которые тоже так потрогали, какой глубокий прогиб, да, от мануальщиков получали, соответственно, этой рекомендации, и все время она все глубже и глубже и глубже попадает в ситуацию нестабильности поясницы. Но тут она делает МРТ, то есть она подходила в мою программу, я смотрю, да, у тебя плоская поясница, зачем ты ее выпрямляешь? Ты наоборот ее прогибать, чтобы у тебя крестец не брал. Смотрите, какая идея. Просто это пример продолжаем разбирать, выкрую немножечко, может быть, немножко будет многовато материала, да, поначалу, но ничего. Смотрите, вот поясница, да, вот получается, если поясница не работает в прогиб, ну, то есть она должна быть в прогибе, это естественное состояние, если она плоская становится, а плоская она становится в результате, например, длительного сидения за стулом, скругляясь, то есть это такая привычка, скругление, то ноги и таз относительно поясницы должны быть расположены так, что прогиб должен быть. Если прогиб уходит, то он уходит в основном вот в этот сегмент, в поясничные крестцовые соединения, это L5, S1, то есть пятый поясничный, первый крестцовый позвонок, и мы здесь видим, посмотрите, вот я в центр выведу, видим, что вот этот регион, он немножко смещен вперед. Ну, если мысленно провести линию через позвонки, тела позвонков, вот эти вот квадратики, это тела позвонков, провести линию мысленно и продолжить ее в крестце, то вы увидите, что крестец как бы чуть-чуть съехал вперед. И это прям проблема. Вот это источник боли, это источник боли для очень большого количества женщин в силу того, что, особенно гибких и худеньких, в силу того, что вот именно это соединение, L5, S1, то есть крестец и пятый поясничный позвонок, берет на себя весь объем прогиба. И решается эта ситуация не подворачиванием копчика, а увеличением прогиба поясницы, и копчик станет на место, не копчик, а этот крестец станет на место. Совсем другая парадигма. Но для того, чтобы ее реконструировать, что значит, чтобы я в уме, глядя на человека, она приходит, говорит, у меня ноет поясница все время. Чтобы я мог эту парадигму у себя собрать, эту идею, нужен опыт. Поэтому первый вывод такой вот для вас, и мой совет, не спешите ставить диагнозы. То есть не надо этого делать. Не надо этого делать, потому что делая вот такую диагностику внешнюю, ну, это неправильно с точки зрения моральной, если нету опыта реального, нету знания, то как я... Это просто предположение. Но человек-то может, особенно если он в позиции ученика, вот я же преподаватель, ко мне люди пришли, вот эта вот изначальная позиция учитель-ученик, она дает мне некоторый авторитет, то есть дает мне определенный образ влияния на человека. А он, соответственно, или она, слушая меня, начнет в это верить, и что-то делать. И вот это вот верить и что-то делать иногда приводит к проблеме. Другой пример. Здесь не только мы попадаем в ситуацию такую, но врачи тоже в нее попадают постоянно. Давайте еще один пример вам приведу. Интересный, да? Который покажет, что нужно быть очень-очень осторожными с диагностикой. Не только потому, что знания может не хватить для того, чтобы точно сделать это, но еще есть определенные нюансы влияния. Смотрите. Сейчас эту тему активно исследуют в Америке. Ну, вообще в Америке очень большая возможность исследовать различные программы медицинские. И в йога-терапию очень много оттуда уходит, потому что эти исследования, они конвертируются, в том числе, в практику нашу. Одно из исследований – это влияние на пациентов, на наших клиентов, влияние на наших диагнозов. То есть мы что-то можем сказать, он нам верит, и что-то с ним происходит. Смотрите. Исследовали просто пример. Я несколько таких исследований расскажу. Исследовали людей, которые любят, чтобы вы им что-то похрустели. Вот есть такие. Ты идешь к доктору, ну, хрустни мне шеи, мне точно полегчает. Он делает хрусть, тебе легчает, и ты довольно идешь. Вот есть такие люди, которые любят, чтобы им что-то хрустнули. Есть другие люди, которые опасаются. Ты будешь мне делать траксу на шейном. Нет, не надо. А зачем ты будешь ее мне делать? А точно уверен, что мне полегчает с этого? Вот тоже есть такие люди, и я вот к ним отношусь. Я считаю, что не надо делать траксу лишний раз. Вот смотрите, что делали. Взяли такую трещотку. То есть берешь руку, просто сожимаешь, и она издает звук, как будто ты суставы хрустишь. Трещотку. Человек ложится на стол, берет ему, соответственно, этот мануальщик, кладет руку и берет трещотку. Человек, пациент не видит этого. Он делает толчок небольшой и хрустит этой трещоткой. И сделали большой. Там десятки тысяч человек прошли через этот эксперимент. Оказалось, что те, кто верит в то, что им поможет, в 70% случаев чувствовали сразу же облегчение. Ничего не происходило. В 70%. Это такое плацебо, насколько мощно работает. А те, кто верит, что им поплохеет, тоже примерно в 70% им плохело после этого. Сразу причем. Они чувствовали, что тянуть стало сильнее, что там заболело. И они прям страдали, в общем, всячески по этому поводу. Сейчас видео включу снова. Страдали всячески. Это говорит о том, что очень большой вот этот психосоматический компонент. Очень большой психосоматический компонент. Другая еще ситуация. Тоже очень-очень интересная. Знаете, во что больше всего верят люди? Они верят, вы знаете, наверняка, что когда приходит врач, вы вызываете, например, на андам. Бывает, болеешь сильно. Кому-то вызывали, кто-то в больницу попадал. Кто-то просто идет к врачу. Замечали, что после пресечения врача сразу легче становится. Вот. Большинству людей, после, ну, те, кто верят в эту тему, важно верить. Вера очень большой, важный компонент. Если вы верите в врачей, то после посещения вам сразу станет легче. И бывает еще долго. Легчает. Когда ты начинаешь идти к нему, уже легчает. Еще такая ситуация. Пытались понять, во что люди верят больше всего. Некоторые верят в таблетки, некоторые верят в эти манипуляции. Но больше всего люди верят в операции, как выяснилось. в операции. То есть операция точно должна помочь. Это уже радикальная нера, уж абсолютно поможет. Тоже в Америке делали такую ситуацию, забавную. То есть людям, которым было показано, ну, такое, 50 на 50, но они выбирали все-таки операцию, показано делать операцию на позвоночнике. Им просто делали надрез на коже под наркозом и зашивали его. Никуда там не вмешивались. И что-то там порядка 68, опять под 70 процентов случаев им легчало радикально. То есть опять компонент веры существенно влияет. Реально. Встань и иди, да, если вам говорят с достаточной силой убеждения, это срабатывает. Соответственно, если вы приходите к доктору, допустим, или к йогатерапевту, или просто преподаватель, и он говорит тебе, что там у тебя, колено болит? А ты делал МРТ? А что там написано? Артроз? Артроз у тебя? Ну все, как ты вообще ходишь на занятия мои? С этим своим артрозом? Он говорит, а я вообще-то бегаю 50 лет. Вроде нормально, не болела до этого. Говорит, ну нет, нет, с артрозом нельзя ходить. И он такой начинает сомневаться, так, а может и правда все, конец моему колену, начинает к нему прислушиваться внимательно и потихонечку от чуда начинает чувствовать что-то там, что-то не то с коленом. Чувствует его, как ходит, как встает, как садится. И в конце концов у него болит уже колено, потому что внимание наше работает таким образом, очень интересным. Оказывается, что мы одновременно чувствуем огромное количество ощущений. Десятки тысяч нервных сигналов идут от наших рецепторов. Но в сознание, в восприятие проникают единицы, потому что есть специальный барьер, таламус, такой агрегатор. В мозге есть таламус, он объединяет все ощущения и фильтрует их очень жестко. Но если мы регулярно свое внимание направляем на колено или на шею, или на свою грыжу в пояснице, которая на шее, на МРТ, но мы никогда ее не чувствовали, то через некоторое время мы начинаем чувствовать. Чувствовать начинаем. вот это вот ощущение через, скажем так, это называется эффект ятрогении, то есть вреда с помощью такой врачебный, врачебный вред, когда мы можем с помощью убеждения повредить человеку, направить его внимание и создать ему буквально расстройство. Поэтому нам нужно быть внимательны в этом, не только не делать диагностику самостоятельно, но еще и не настраивать человека на то, что у него что-то там больное. Масса примеров того, вот сейчас давайте я покажу. Да, сказали, отрос, это операция, не надо верить в это. Не верьте в это, есть масса вариантов, то есть, ну, понятно, что нужно исследовать. Я сейчас еще одну вам покажу картинку. Прямо сейчас я ее открою и надеюсь, что вы тоже это себе примените. Да. Так. Ага, сейчас демонстрация экрана. Смотрите, картинка, и давайте мы ее прям попробуем увидеть, понять, что это такое. Посмотрите, что это такое? Находки на МРТ у бессимптомных пациентов в различных возрастных группах. То есть, да, вот то, что мы находим. Ты приходишь на МРТ, плановое обследование, да, или, ну, там что-то кольнуло, или есть такая возможность иногда бесплатно сходить, да, идешь, и там вдруг нашли трещины фиброзного кольца диска. Это предвестник там грыжи и протрузии. Те 30 лет 20 процентов, 20 процентов, то есть, у двух человек из 10 точно есть. Если тебе, например, под 40 уже, соответственно, 22 процента. Грыжа диска 50 процентов, то есть 40 лет 50 процентов того, что будут грыжи. И это бессимптомно, то есть вообще никаких признаков нет. То есть, человек не жалуется ни на какую боль, но он там находит, это, и начинает беспокоиться. Понимаете, вот можете себе сохранить этот принт-скрин сделать, сохраните себе вот этот материал, или я там скину вам потом вот это же фото. Вот. Дальше. Было тоже интересное исследование с врачами. Интересное, действительно. Вот, когда мы приходим к доктору, и к йогатерапевту, в том числе, потому что многие приходят к йогатерапевту, тоже с какой-то проблемы ко мне. Вот у меня завтра четыре человека подряд. Колено, поясница, грудной отдел, шея. Вот прям на выбор. Первый, второй, третий, четвертый. Завтра утром у меня подряд на четыре встречи. Люди приходят, они же приходят с доверием, то есть уже есть репутация определенная. Они приходят и слушают внимательно. Нужно думать хорошо, что ты будешь говорить. Как получается? Смотрите, вот было бы такое исследование. Врачам, практикующим, то есть, которые постоянно работают с большим количеством людей, дали МРТ. Дали МРТ, вот просто вот. На. И опиши, пожалуйста, что чувствует этот человек, в чем его проблемы. Все просто, да? Они же постоянно смотрят МРТ. В 70% случаев ошиблись. Подумайте на секундочку. 70% ошибок, 70% случаев, это огромное исследование, и это значит такой прям звоночек. Как это так? Ну, действительно так и есть. Как это происходит? Ты как пациент приходишь к доктору, у тебя болит, допустим, шея. Он такой, болит шея, сделай МРТ, он берет МРТ и связывает один факт с другим. Понимаете? А они не обязательно связаны, но они связываются. И именно вот этот факт того, что эта связь не обязательно правильная, подемонстрировала. Да, я согласен, вот комментарий от Нино, по МРТ врач не судит о клинической диагнозе. Да, но это просто показывает достаточно большой момент от того, что не обязательно клиническая картина является следствием того, что мы видим на МРТ. Но когда мы это видим, мы это связываем. И получается ситуация, что мы лечим от грыжи, хотя реально там может быть какой-то спазм в мышце шеи, миофасциальный синдром, воспалительный процесс в капсулах суставов, нестабильность этого региона. То есть здесь возникает целый ряд ситуаций, которые остаются за кадром. А лечится все это по одной и той же программе. То есть все из вас, кто ходил к врачам, есть только, если это не врачи, спортивная медицина. Это отдельная ситуация. Такое, МММ, МОВАЛИС, МЕЛЬГАМА, МЕЛЬГАМА, МЕЛЬГАМА. То есть три, это противовоспалительное, раз, МЕЛОКСАН, два, и витамины группы В, три. И все, и при любых ситуациях, МОВАЛИС, МЕЛЬГАМА, МЕЛЬГАМА. Следующий, следующий. И вот так это происходит. Почему? Потому что, потому что есть вот эта картина, в которую все попадают. Это очень, это сами врачи об этом говорят. Это проблема, это узкое место, и это узкое место в какой-то мере перекочевало в йога-терапию в том числе. Мы тоже опираемся во многом на МРТ, на описание МРТ, потому что мы не врачи, и мы вынуждены это делать. То есть когда мы работаем с людьми и смотрим, что с ними происходит, есть разные способы тестирования, я о них буду говорить, но рассматривание МРТ и описание МРТ самое главное для нас. Кто умеет смотреть МРТ, то ладно, я, например, могу посмотреть сам МРТ без описания, уже вижу, опыт есть. Но кто-то читает его, да, и регонструирует. В общем, есть такая особенность интересная. Давайте так, краткий вывод, поэтому мы сделаем с вами, что нам, исходя из этого, не нужно спешить с диагнозом, потому что не всегда бывает, хватает знаний и опыта для того, чтобы его точно поставить. А если мы его поставим не точно, то мы можем, скорее всего, навредить этому человеку. На эту тему у меня как-то был диалог с создателем Московской школы йоги, не буду упоминать, но в общем, важно, с директором с вами был диалог, и мы с ним беседовали, значит, ну вот, мы даем рекомендации какие-то, это еще было в 2011 или 2012 год, люди приходят на занятия, мы им что-то там советуем, а потом не все из них возвращаются на занятия. И вот мы думаем, пытаемся понять, я думаю, что вы тоже в эту ситуацию как преподаватель будете регулярно попадать. То есть люди приходят на ваши занятия, а потом перестают приходить на занятия. Вот почему они перестали? Потому что у них жизненные обстоятельства изменились, или им поплохело от ваших рекомендаций. То есть не всегда бывает возможно это уточнить, но если, например, идти на поприще йогатерапии, не просто преподавание йоги, а йогатерапии. А у нас сейчас этот предмет. Я хочу вас немножко в эту тему погрузить, чтобы вы увидели сложности этой ситуации. Ну и, конечно же, я вам дам инструментарий определенный. Но я бы хотел, чтобы вы увидели определенные неоднозначные сложности этой профессии. Она присутствует, нужно видеть это. В том, что если ты преподаватель йоги, ты не всегда сможешь, не всегда сможешь проверить, почему человек перестает ходить. Помогу ли я ему то, что ты посоветовал. А если ты начинаешь заниматься йогатерапией, обязательно надо это делать. Надо через некоторое время звонить ему и говорить, привет, баба Клава, ну как тебе, полегчало от моих йо-ям? Он говорит, ой, не лог, да, а что не ходишь на занятия-то? Ну вот там, то есть, давай занимайся. Ну то есть, какую-то связь обратную все время получать, чтобы она или он, ваш пациент, видеть, провожать его. И вот это аналитическая работа. Когда-то вот в 14-м году, я помню, Артем Фролов нам очень вот эту тему продвигал, что нужно анализировать свою работу. Все время, если ты работаешь в терапии, нужно постоянный анализ. Вот до, в процессе, после. Это лишняя работа. Это не то, что ты пришел на коврик и там сделал красивую асану. Это сидишь, значит, с этими тетрадками, да, фото до, фото после, звонок. То есть, такая работа немножко, ну, отличная от преподавания йоги как таковой. Но если вот тот кому-то из вас тема йогатерапии приглянется, вот я вам прям настоятельно рекомендую с самого начала начать заниматься аналитикой своей работы, потому что только анализ своей работы даст вам возможность оценить, насколько она эффективна. Потому что часть людей придет, часть людей, большинство не придет. Почему они не пришли? Им стало хуже, да, или там какие-то обстоятельства. Это надо понять. Вот. Хорошо. Чуть-чуть эту тему коснулись. Чудо хотели, да. Вот это чудо хотели, это следующая тема как раз. Это как раз человеческий фактор. Да. Мы еще поговорим по этому. Настройтесь. Я понимаю, что может быть вечер, не все хотели, так сказать, просто разговаривать или же коврики, да, коврики готовы заниматься. Мы чуть-чуть позанимаемся, сделаем небольшую паузу, позанимаемся обязательно, но важно, вот эти вещи важно понимать. Журнал, да, аналитик у нас журнал. По каждому человеку заводишь папку, да, по нему собираешь всю доступную информацию, потом смотришь, описываешь, что ты рекомендовал, обязательно сразу запиши, потому что забудешь, если много людей, забудешь 100% что там было, и когда человек через год там появляется, а ты так, а у него, оказывается, это было вот это, ну-ка, а что у тебя сейчас? И уже возникает как бы связь времен. Итак, человеческий фактор. Очень важный человеческий фактор. Бывает, приходят люди, да, вот поскольку у меня очень много людей, я могу сказать так, очень-очень разные люди приходят. Приходят люди, например, откровенно безответственные, находящиеся в таком, в инфантильном состоянии. Ну, в принципе, инфантильные люди. Или впавшие вот этот, люди в возрасте, там бабушки, дедушки, впавшие в инфантильность, просто в силу возраста деменция наступает, и человек такой становится очень инфантильный. Ну, вы понимаете, о чем речь так. Безответственный по отношению к себе. Говорит, а вот что-то там мне врач от сосудов головы назначил, ну, мне что-то я не доверяю, не пью, не хочу эти таблетки пить. И начинает заниматься. А еще говорит, а что у меня глаукома там? И ты такой, нифига себе, глаукома, сосуды головы, там столько всего может быть. Вот эта тема с, опять же, вот то, с чего я начал, тема реконструкция. Необходимо знать анатомию просто на блестящем уровне, потому что есть такая особенность, например, человек говорит, вот у меня давление высокое, и тебе нужно понять, что значит это высокое давление. Давление высокое, это износ сосудов, это органы-мишени, то есть те органы, которые повреждаются при стадиях вот этой гипертонической болезни. Высокое давление артериальное, оно переходит в гипертоническую болезнь, то есть устойчиво оно может быть годами, там десятками лет повышено. И человек может принимать препараты специально для того, чтобы понизить это давление. Хорошо, если он их принимает, потому что цена износа сосудов очень высока. Это инсульты, это поражение органов-мишений, каких органов-мишений, это почки, это глаза, это мозг, это сердце, то есть это те органы, которые могут находиться в таком состоянии не очень хорошем. И вот приходит такой человек, там женщина, например, 60 лет, которая явно ничего не занималась, которая находится в менопаузе, она об этом не говорит сама, в таком инфантильном состоянии. Видно, что дряблая мощь, то есть я сразу могу реконструировать, что у нее, скорее всего, остеопороз еще к тому же есть, то есть ей активную тренировку давать нельзя, но она ей нужна, потому что можно повредить ей кости. То есть вот это идеальное понимание анатомии и патофизиологии, то есть что значит патофизиология? Это значит, что я должен понимать, если я хочу заниматься терапией. Вот она говорит артериальное давление. У меня сразу внутри такая карточка, артериальное давление это, и вот подробно, как оно проявляется, где оно проявляется, какие могут быть признаки этого проявления. Соответственно, допустим, варикозное расширение вен, она говорит, будет у меня варикозная болезнь, не сразу, варикозная болезнь, расширение сосудов вен ног, расширение, соответственно, вен в малом тазу, какая стадия, есть ли риск тромбоэмболии, вот эти вот вещи, тромбообразование и отрывы этого тромба с летальным исходом прямо на занятии, например. Может такое случиться, и, кстати говоря, было несколько раз за историю наблюдения йогатерапевтическим сообществом, поэтому это не шуточное дело. То есть, вот это очень хорошее понимание анатомии, не просто чуть-чуть, а очень хорошее понимание анатомии, очень хорошее понимание патофизиологии. Почему патофизиология? Потому что я должен реконструировать эту болезнь. Человек говорит, у меня болит шея, нет, болит голова. Допустим, приходит человек, такой, допустим, мужчина, лет 35-40 плюс, крупный, плотный, абсолютно негибкий, с красным лицом. Представите себе картину? Красное лицо, красные выпученные глаза после работы, такой жесткий, говорит, у меня что-то голова болит. Надо задуматься, потому что такой типаж людей склонен к повышению давления, к инсультам. Именно к инсультам такие люди склонны. И я, соответственно, сразу должен думать, а что вот ему можно, на что нельзя. Если я его сейчас сразу переверну вверх ногами, ну, допустим, там мы будем делать какие-нибудь упражнения, потом такие раз, встали на руки или встали там на голову, не дай бог, а я беру какую-нибудь книгу, я сейчас просто, простите, переехал, сейчас вернулся сюда в Москве, мне достало книгу просто там йога-эгара, там Дипика, там Ференбрахмачари, у меня есть библиотека от стола этих йоговских рекомендаций, и там открываешь, значит, от давления, да, перевернутые асаны, там халасаны, позаплуга, да, шершасана, стойка на голове, да, королева асан, делай, типа там, пять минут, и я вот его поставил на голову, и дальше его просто увидели на скорой с этого самого, с у меня скваса, вот это мне нужно сразу понимать, для того, чтобы я это сразу понял, я просто на голову пожаловался, но я сразу внутри себя могу это реконструировать по определенным внешним признакам, чтобы это смочь сделать, необходимо очень хорошо понимать, почему все было, понимать анатомию и патофизиологию, пато, то есть поражение, да, какая-то проблема, патофизиологию, то есть то, какие признаки есть у разных болезней на уровне внешних, на уровне клинической картины, как она проявляется, вот это необходимо понимать, и это дает вам, ну, какое-то внутреннее моральное право, какой-то прогноз делать и давать рекомендации, понимаете, да, какая непростая проблема, и вот на этом фоне, вот на этом фоне люди есть, инфантильные, да, среди йогов огромное количество людей, совершенно отлетевших какие-то дали далекие, да, я в этом смысле жестко критикую это сообщество, да, и считаю, что имею право это делать, потому что хлебнул этой каши в свое время вот тут состоит, которые говорят, вот там нам этот самый, в этой книге, вот это написано, какие-нибудь рекомендации из Шалананды, из Брахмачари, не дай бог, Аштанга Виньясы, там первая серия Аштанга Виньясы от вирокозной болезни, да, ну смешно, это очень примитивные советы, которые на уровне, они действуют на уровне, ну не знаю, этого, солонку, за плечо, да, махнуть соль три раза, да, от иммунных заболеваний, да, махни соль три раза, и поплю через другое плечо, поможет, примерно на таком же уровне такие советы находятся. Сейчас я могу сказать так, что мы сегодня, да, вот йога-терапевтическое сообщество, я в него вхож, и как бы приглашаю всех интересующихся присоединиться, у нас весело, очень, вообще не соскучишься, вот, соответственно, мы сейчас понимаем о том, как работать с разными заболеваниями во много раз лучше, чем в исторической вот этой перспективе йоговских школ, то есть есть какие-то совпадения, то есть, например, действительно, при давлении полезно переворачиваться, если это не противопоказано, да, ну или, например, хотя бы ноги поднимать вверх, чтобы увеличивать давление внутри сонных артерий, и таким образом создавать рефлекс на понижение сердцебиения, и как бы компенсировать, действительно полезно, полезно делать задержки дыхания аккуратно, чтобы через гипоксическую нагрузку стремиться к массажу сосудов, там есть определенные механики, к тому, что помните, мы говорили, СО2, кислород, увеличили количество СО2, сосуды расширились, продышались активно, сосуды сжались, то есть мы можем дыхательными техниками влиять на состояние сосудов, и в некоторых случаях мы можем их применить, например, если человек со склонностью к инсультам, да, такой крепкий, крупный мужчина, и у него там по подсовской линии все с инсультами, да, это известно, и мы можем сказать ему, слушай, вот пока ты жив, здоров, пока ты молод, добавь задержки, дыхание, да, и ты выйдешь из этого, разорвешь эту нить, ты просто потренируешь свои сосуды, и вот эту ситуацию скомпенсируешь, да, но не то, что мы берем у человека, который уже с проблемами начинает загонять его в такую ситуацию, понимаете, как бы, сложность этой идеи, то есть йога-терапия, она, вот если вот в нее погружаться, она требует очень высоких знаний, это одна из самых сложных вот дисциплин, потому что это медицина во многом, медицина во многом какие-то личные наработки, какие-то рекомендации, и вот попытка синтезировать это все в моменте. Давайте пару вопросов, я еще продолжу эту тему, скоро закончится она, хочется ее договорить, она так хорошо пошла, смотрю на ваши лица, вроде бы выдерживаете, даже стало людей побольше, я думал, будут отваливаться от ужаса, но тем не менее, нормально воспринимают. Хорошо, смотрите, вот человек спросил сейчас кто-то, если ничего неизвестное, человек приходит на практику. Да, эта ситуация нередка, скажем так, и даже бывали такие случаи, да, вот человек там, значит, ходил, 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 на практику, а потом говорит, а вот у меня там самая онкология с метастазами, да, и я там, а мы там делаем активную практику, разгоняем эти метастазы по телу, ну, то есть это просто самоубийство такое, да, в позвоночнике они есть, и я там, мы делаем активные, там, я яму на спинку, и ты понимаешь, что ты как бы, вот, вот зачем он это сказал вообще, да, то есть уже молчал бы до конца, теперь ты соучастник этого процесса, ты понимаешь, что вот как бы, вот, да, поэтому в некоторых студиях, которые, в которых есть йогатерапевты, как правило, вырабатывают такой прям лист, да, что ты обязан сообщить преподавателю или администратору до того, как ты попадешь на занятия, и прям скачайте, не поленитесь, помните, я говорил, Елена Зиязова и Артем Фрауов организовали вот это вот юридическое сопровождение, они прям молодцы, не поленились, есть сайт, да, где принципы юридические сформулированы преподавания, да, и там есть как раз шаблон вот этот, что надо человеку подпидать в лицо, посмотреть, вот ты даешь ему, соответственно, вот на, подпиши, это как бы нас с точки зрения юридической не слишком защищает, ну, немножечко делает нас, наше правовое поле более таким, менее зыбким, но это очень классный инструмент, потому что человек начинает читать, ага, артериальное давление, риск инсультов, тромбоэмболия, беременность, да, это то, что вот не надо, да, идти сразу на общую практику, и надо об этом сообщить, да, потому что, например, в первые три места беременности не надо заниматься активно, там девять женщин из десяти будет чувствоваться нормально, а у одной случится выкодыш на этом фоне, да, то есть надо понимать, есть риск, и когда этот человек читает, он такой, у него возникает идея того, что возникает как бы позиция соавторства в этой истории, и это как раз вот та самая тема, которой я хотел продолжить вот эту лекцию, что есть человеческий фактор, я начал про него говорить, потом перескочил на анатомию, потому что без него не получится, человеческий фактор таков, что есть люди безответственные, инфантильные, когда они перекладывают ответственность на вас, ну, вы мне поможете, да, вот это вот, да, помогите мне, пожалуйста, вы точно мне поможете, я уже ходил ко всем, а никто мне не помог, а вы мне поможете, вот если вы видите такого человека, можно продолжать так, вот я уже ко всем сходил, мне никто не помог, и вы мне тоже не поможете, да, вот именно так, и вы мне не поможете, ну, хорошо, не помогу, все, пока, то есть нужно создавать у человека ответственную позицию, сам человек ответственный за свое здоровье, если ты отказываешь и считаешь, что врачи, например, плохие, есть такое, есть большое количество людей, которые не верят врачам, считают, что они все плохие, но вот я люблю на своих семинарах говорить такие вещи, если вы слышите слово «все», то сразу, просто зачеркивайте эту фразу, везде, где есть такое обобщение «все», «все», это явно неправда, то есть сейчас человек не потрудился в это вникнуть, попался один врач, который, например, ему дал какую-то неправильную рекомендацию, но врачей очень много, и в силу того, что их много, действительно, есть какие-то более грамотные, есть менее грамотные, но в наших силах выбирать, в наших силах пытаться найти ответ в той форме, в которой мы можем его принять, поэтому, конечно, нужно, чтобы человек принимал ответственность за себя и приходил с пониманием, во-вторых, есть просто глупость, банальная, есть люди невысокого ума, откровенно, зашоренность и глупость, и бывает такая ситуация, что человек, вот помните, наверняка, в йога-среде это просто нашумело, в эзотерической среде нашумело, был такой итальянский врач, который начал лечить онкологию содой, итальянский врач начал лечить онкологию содой, там несколько человек вылечил, типа даже, а потом там что-то какое-то количество леди умерло у него, его уже посадили, его раскритиковали везде, во всех сообществах, заклеймили эту историю, это не работает, то есть сода онкологии, там, думая о том, что онкология это грибок, как у нас есть этот, кто там, гастеральный всей этой истории, хриопрактика, Агулов, да, вот он, ну, я извиняюсь, что приходится иногда говорить, но он об этом говорит напрямую в своих эфирах, Агулов, да, говорил, по крайней мере, я помню, когда-то лет восемь назад я это читал, у меня был тоже период содоедения, ел соду, думал, интересно, ну, как бы, ну, сода, сжога потом начинается, если долго есть, да, там, вот. Идея в чем? В том, что это не работает, это, во-первых, во-вторых, это вредоносно, но есть люди, которые в это верят, да, если он приходит, ест эту соду, да, не принимает никакие свои препараты, которые ему нужны для того, чтобы скомпенсировать, давление, что-нибудь там у него с почками не так, сердечно-сосудистая система не так, там, риски инсультов, может быть, тромбы, а он все соду ест, да, или она, и вот вам нужно вычленять этого такого человека сразу и не брать на себя эту ответственность, потому что мы, пытаясь ему помочь, да, вовлекаемся в очень нестабильную ситуацию, нужно это понимать, такие случаи есть, то есть нужно тоже диагностировать, и я вам предложу чуть попозже, ну, сегодня у нас такой разговор, да, хардток, разговор, предложу вам алгоритм, так вот, вам приходит человек, что надо делать в первую очередь, посмотреть на него внимательно, да, спросить, что принес, да, там, рассказать симптомы, мануальное мышечное тестирование, там, может быть, какие-то анализы МРТ, если у вас есть что-то, или какие-то объективные исследования, ну, вот, и еще бывает ситуация с неполной картиной, да, то есть иногда человек приходит, говорит, ну, вот у меня, давайте какой-то пример реальный приведу из своего опыта, вот у меня болит, да, болит голова, болит голова, вот, я слышал, что голова болит от напряжения, ну, такой напряженный мужчина, начинаем работать с ним, потом выясняется, что у него нестабильный шейный отдел, через некоторое время, не на первом занятии, он говорит, а вот еще я делал самый рентген, у меня нашли нестабильный шейный отдел, да, он об этом не говорит, а я спрашиваю, как с шеей, когда все нормально, просто голова болит, ну, есть простой способ, если болит голова, просто делаешь упражнение на шейно-воротниковую зону, она разгружается, голова проходит, в большинстве случаев, да, в подавляющем, 90% людей почувствуют сразу облегчение, ты просто делаешь там какие-то банальные виянки, движение головой аккуратно в пределах подвижности, там, пироси, всевозможное на освобождение шейно-воротниковой зоны, и все помогает, да, но вот если есть нестабильность в шейном отделе, то вот часть из того, что ты делаешь, усилит ситуацию, да, головная боль напряжения, но не только, есть головная боль напряжения, а есть еще нестабильность, да, и нестабильность, когда ты начинаешь шевелить ее, она вызывает спазм, вызывает еще часто на фоне нестабильности грыжи в шейном отделе, сужение позвоночного канала, объемная перегрузка ликваром, и возникает ситуация с повышением внутричерепного давления и боль в результате именно повышения внутричерепного давления. Красные, вылезающие глаза, наклонился вниз, лицо аж синее становится, да, то есть вот такое. Человек наклонился, собаку мордой вниз, допустим, встал, и такой пунцовый весь, красный, как крепко, не как крепко, а как свекла, да, тоже такое. Иногда они не говорят о себе этого, понимаете? Иногда человек, который обращается к вам, он говорит только часть, фрагмент картины, и вы не можете собрать вот эту вот цельную идею, да, и это тоже важно понимать, что вот этот человеческий фактор, он присутствует, и нужно, ну, как бы понимать, что такие риски есть. Фу, вот такой вот диалог у нас. Хорошо, хорошо. Ну что же, давайте пару слов скажу еще раз о существующих традиционных, наводящие вопросы, так тихонечко, да, задавать. А что еще у вас есть? Расскажите. Позадаю наводящие, не наводящие, расскажу о традиционных школах юги, которые в себе содержат юготерапевтическое звено, да. Один из интереснейших, пожалуй, это Шивананда. Вот, Шивананда, почему? Потому что он сам был доктором, он работал в Малайзии доктором, потом вернулся в этот, начал применять уже, имея некоторый йоговский опыт, небольшой, очень небольшой. В Малайзии он стал применять шаткармы, дыхательные упражнения, шаткармы мы еще с вами обсудим, определенные асаны для облегчения ситуации своей больницы, в которой он работал в Малайзии. Ну и через некоторое время он понял, что его очень увлекает эта тема с йогой, он чувствовал родство с йогой как таковой, и он поехал в Решакеш, дальше он, поскольку у него было, как это, это врач, а врач всегда это весьма образованный человек по отношению к средней массе людей в мире, да, особенно в Индии, ты приезжаешь, если ты вообще как бы считать умеешь, уже гуру, да, тут еще ты знаешь, от чего болезни бывают и как их лечить там, что если ты, как бы, у тебя диарея без конца, начни руки мыть хотя бы, да, вот, и может, пройдет, да, и он превращается в гуру в Решакеша, да, учителя, у него появляется большое количество людей, и поскольку влияние его врачебной деятельности сохраняется, он создает массу, пишет книг, в том числе по йога-терапии. Некоторые методы Шавананда потрясающие, действительно они классные, и вы можете даже найти эту книгу, уже в печати, наверное, нет, но в интернете, если вы наберете, Сидерский Андрей переводил, Андрей Сидерский, Шавананда или традиционный взгляд на, нет, современный взгляд на традиционную йога-терапию, вот так звучит, длинное название, современный взгляд на традиционную йога-терапию. Очень интересные там есть примеры, особенно удачные его примеры поработать с дыханием, то есть классные у него прям практики, я рекомендую, если вам интересно, начать в это тоже копать. В какой-то мере довольно интересные вещи проработал Айенгар, ну вот, и его рекомендации тоже частенько попадают, то есть, если ты смотришь, например, в этом йога-дипику, и там дальше есть глоссарий того, а еще там есть какая-то более новая книга, чем йога-дипика, не помню, как она называется, такая прям новая-новая, и там есть, опять же, перечень заболеваний, да, и буквально комплексы, что делать при, вот там, боль такая-то, боль в пояснице, боль в этом самом, в шее, головная боль, ты имеешь некоторое количество комплексов. Проблема заключается в том, что причиной боли, как вы уже поняли, могут быть разные ситуации, и человек, который делает практику, например, при высоком давлении перевернутую, да, он может себе навредить с большей вероятностью, или, например, у человека болит живот, потому что у него там какой-то вариант гиперсекреторного состояния, то есть там язва, например, открылась, заболела эта ситуация, да, а, например, при проблеме с желудочно-кишечным трактом, что рекомендуется? Агнисар от хаути, скрутки, ваман от хаути, да, то есть вот те шаткармы, которые наулекрия, которые делать ни в коем случае нельзя, потому что ты сделаешь точно хуже себя, или там майорасана, когда ты стоишь там на локтях, да, майорасана, знаете, асана? Майорасана, то есть вот проблема всех вот этих вот традиционных советов, в том числе, также это относится к Тхендри, Брахмачари, проблема этих традиционных советов в том, что они слишком общи, да, действительно, Айангар был не глупым человеком, вообще йогов, которые развили свою систему, точно глупыми назвать нельзя, потому что это люди, которые были выдающимися однозначно в своем виде, вот, но надо понимать, что вообще подход восточный и западный, они очень сильно отличаются, очень сильно отличаются. Те из вас, кто был в Индии, да, или будет в Индии, посмотрите внимательно, просто сидите, например, в Аранасе, да, и посмотрите, там же огромное такое, как бы, Диснейленд и Решикеш приезжают, Диснейленд в каком смысле, приезжает огромное количество западных белых туристов, да, которые получают тут же посвящение, такой духовный маркет, и там, как бы, для, как бы, одна из особенностей культуры заключается в том, что ты не особо не вникаешь в ситуацию, у тебя есть готовое решение, и это решение не всегда подходит. И дело не в глупости, или в уме, при этом учительна, а дело в том, что такова традиция, таков традиционный подход, а в Индии очень сильно, сильное это течение традиционализма, то есть необходимо делать вот так, как надо, да, как завещали великие мастера. Одна из рекомендаций таких типичных, просто повтори несколько тысяч раз и поймешь, как это работает, да. Мы по-другому, западный ум работает иначе, нам надо понять, сколько раз, почему именно там пять тысяч раз, может быть, надо сто раз повторить, да, а почему именно мне, как именно надо делать, какие нюансы, а как не надо делать, то есть нужно все объяснить, мы работаем по-другому, поэтому для нас эти инструкции, они не очень подходят, ну, плюс к тому же они часто бывают не попадают. Поэтому я бы вам не рекомендовал опираться на традиционные источники, они интересны, как такой феномен, иногда попадают, но в основном нет, в основном я бы не советовал это делать. И когда мы с вами, например, начнем что-то, дойдем до практики, начнем разбирать какую-то историю, колени, например, да, вы поймете, насколько разнообразен может быть подход к этой ситуации, смотри, как тестировать, как анализировать эту историю. Ну, хорошо, хорошо, так, ага, вот еще один момент, тоже мой личный опыт, поделюсь с вами, он приезжает на семинар человек, который является адептом аштанга виньяса, да, вот-вот-вот, Катя Баба пишет нам, именно, вот прям с языка сняли, да, приезжает ко мне на семинар человек, да, занимающийся аштангами виньяса йогой, давно и глубоко занимающийся аштангами виньяса йогой. У него проблема с коленом, да, очевидно, есть проблема со стабильностью колена, оно болит, у него проблема с тазобедренным суставом, он даже ночью уже ноет, да, есть, и есть тесты, специальное манумальное мышечное тестирование, которое показывает, есть специальный тест, ФАДИР, ФАБЕР, который показывает название, что есть воспаление, да, вот прямо сейчас есть воспаление тазобедренного сустава, это легко протестировать, вот, у него есть явно проблемы с шеей, с грудным отделом, со стабильностью в плечевом суставе, да, то есть это прям сразу, да, не кокосатрос еще, А тут может быть просто фемероцептабулярный импижмент, если мы говорим про это. Короче, проблемы, воспаление сустава. Рука одна до конца не поднимается. То есть тоже есть какие-то проблемы на уровне акромиона, на уровне надостной мышцы. То есть есть ограничение движения. Но этот человек продолжает катать серию Аштанга Виньяса, потому что первая серия Аштанга Виньяса – это терапевтическая серия. Он в это верит, он продолжает это делать, несмотря на то, что он чувствует. Естественно, когда он разогревается, он чувствует себя получше. В целом тело стало подвижнее, да, безусловно. Проблемы, которые не было до практики йоги, появились. И он их не связывает одно с другим, понимаете? Вопрос веры очень существенный. Если человек во что-то верит, ну, может делать всякое. Мы это часто видим. Вера толкает нас на разные действия. И это нормально. Вот Евгений и Анна всем нам сообщают, что европейский подход. Можно разбить большую проблему на множество мелких, простых. А стоит рассмотреть большую проблему в целом. Оба подхода имеют… Да, да, конечно. Я не говорю, что они не имеют права быть. Но если мы говорим про йогатерапию, то есть более эффективные способы решения. Хотя, да, я соглашусь, что в общем, в общей картине, например, давайте такой пример, другой приведу вам, тоже из личного опыта. Вот женщина, врач, да, допустим, тоже клиента. Женщина-врач, которая работает терапевтом. Не ортопедом, но детским терапевтом работать. Все плохо с опорно-двигательным аппаратом. Все супер напряженное, жесткое, высокий болевой порог, постоянно головные боли, уже повышающееся давление, хотя всего там 30 с небольшим лет. И из-за высокого нервного напряжения понижен болевой порог. Она не может организовать свою жизнь так, чтобы расслабляться. Занимается регулярно, пытается делать практику. Не помогает в силу того, что очень сильно напрягается. Напряжена психоэмоционально. Это психоэмоционально устойчивое напряжение приводит к тому, что она попадает все время в ситуацию чувствования боли. Болит шея, болит поясница, болит грудной отдел. Но это когда просыпается от боли, что шея начинает болеть. То есть вот такое все. Эмоциональная нестабильность. Восточный подход здесь более, возможно, эффективен, когда ей нужно просто начать заниматься практикой расслабления. Шавацана, медитация, медленные какие-то движения. Не аштанга виньяса, а что-нибудь очень плавная, медленная. И йога какая-нибудь, что-нибудь такое супер расслабленное. Вот это ей поможет. Она это не делает. Делает все больше себя напрягая. То есть понятна эта идея. Восточный подход йога-нидра может здесь сработать в большей степени. Давайте мы сейчас с вами сделаем небольшую паузу с теорией. Уже много материала. Уже в какой-то мере развернулась картина. Проблематика развернулась. Понятно же эта проблематика? Как вы вообще понимаете? Что это не так просто, как может показаться. Сейчас чуть-чуть позанимаемся. Сделаем с вами такое йога-терапевтическое занятие. Чуть-чуть поработаем с опорно-двигательным аппаратом. Расшевелим свои суставчики. И перейдем к следующей блоку теории. Уже конкретно конкретику мы будем обсуждать на следующем занятии. Но мы, если успеем, что-то сегодня тоже рассмотрим. Какие-то базовые вещи. Так, тоже рассмотрим. Берем коврик. Расстилаем. Так, сейчас сделаю. Не было видно. Вроде видно. Да, хорошо. Ну, что же. Представим себе картину. Вот. Вы введете, допустим, группу йога-терапии позвоночника. Или индивидуальное занятие по йога-терапии позвоночника. Вот. Что можно сделать точно, чтобы никому не навредить? Только йога-нидру. Смешно, но это действительно так. Потому что всегда, вот если взять среднюю температуру по палате, да, всегда можно что-то сделать вредящее. Этот будет пищать от восторга. Этому никак не зайдет. А этот вообще сделает два раза и убежит от боли, да. Поэтому мы сделаем что-то среднее такое. И потихонечку мне бы хотелось, чтобы у вас какое-то представление вообще к этому сложилось. Как с этим работать. Становимся на четвереньке. Ну, начинаем делать. Ну, давайте на себя это будем примерять. Представьте, что у вас какая-то проблема со спиной. Наверняка у многих из вас есть проблемы со спиной, шеей, с поясницей. Да? Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Покивайте. Сейчас я подожди в плечу. Покажите рукой, у кого есть боль в пояснице. Да? Так, раз, да. Ага. У кого есть боль в шее? Сразу, может, что-нибудь сделаем. Да, дальше шея, боль. Отлично. Кто-то там попой крутит. Отлично выглядит, да. Явно не болит поясница. Не болит. Ну, хорошо. Ну, давайте сейчас попробуем поработать. Сейчас разомнемся и сделаем два таких нетривиальных упражнения из системы МакКензи. И следующая наша как бы теоретическая часть про то, что вот из какой парадигмы вообще подойти к теме йогатерапии. Я предлагаю синтез. И мы немножко попробуем систему МакКензи сейчас в практике. МакКензи, такой Робин МакКензи, это был потрясающий, просто гениальнейший врач. Да, в какой-то, наверное, врач все-таки он был. Ну, врачи его приняли в итоге. И у него была своя концепция по поводу того, как лечить современного человека. Она мне очень резонирует, потому что я точно так же эту тему развернул, а потом узнал о существовании МакКензи, обнаружил, что мы очень как бы несозвучные очень, и поэтому мне зашло. Мы по системе МакКензи поработаем с поясницей и шеей. Сделаем это так, что это как вот вначале был слом шаблонов, поломка шаблонов по поводу поясницы. Мы будем сейчас прогибать поясницу и будем выпрямлять шею. Делать, соответственно, две вещи, которые в голову обычно не приходят, но часто срабатывают удивительно и эффективно. Поехали. На четверинке. Сейчас поработаем сначала с основной темой. Прогибаем позвоночник неглубоко. Сосредотачиваемся на ощущениях позвоночника. Дышим. Синхронизируем дыхание. С движением. И делаем 20, 15, 20 повторений, чтобы у нас как-то разогрели суставы в спине. Важно здесь понимать, что если есть какая-то проблема, например, в шее, то головой не надо выходить в максимуму амплитуды, надо ее поберечь. То же самое с поясницей. Не надо выходить в максимуму амплитуды, надо ограничить движение. Делать его меньше. Почему? Потому что если, например, проблема в грыже, продолжайте пока делать, объясняю. То это повреждение ткани. Оно должно зарасти, должно зарубцоваться. Это как, вы знаете, если порезал руку, то ты этой рукой особо-то не хватаешь предмета. Ты ее бережешь, чтобы она заросла. Вот то же самое и там, внутри, в спине. То есть не надо свежевыпавшую грыжу. Если она вдруг острое состояние, его теребить не нужно. Отлично. Останавливаемся. Переходим на локти. На локти. И продолжаем прогибы. Хорошо. Останавливаемся. Делаем боковые движения. Аккуратно, плавно. Боком работаем. Боком. Аккуратное движение. Не очень глубокое, не очень резкое. Все плавно должно происходить. В терапии все очень плавно. Продолжаем включать все суставы позвоночника. И одна из опорных вещей в йогатерапии – это суставная гимнастика. С нее надо начинать. Суставная гимнастика – это такой философский камень. То есть начало суставная гимнастика. Потому что она дает продолжать. Теперь мы соединяем движение по кругу. Делаем такое мягкое. Как будто бы наматываемся на ось. Или на вертеле вращаемся. Кто-то из моих учеников предложил, из молоденьких. О, шашлычок. То есть делаем такой вегетино, шашлычок. По одну сторону несколько раз, а в другую. Несколько раз, да. Вот. Значит, пока мы меняем и делаем это, я пару слов. Крутитесь, пожалуйста, пару слов объясню по поводу суставной гимнастики. В чем ее штука? Она дает нам движение в суставах, включая суставную капсулу. Внутри суставной капсулы есть огромное количество нервных рецепторов. Когда мы сустав вращаем, допустим, сейчас позвонки, позвоночник вращается как-то вот так. И все суставы, которые участвуют в этом движении, они проходят некий объем движения. Вращается суставная капсула, она раздражается, и возникает повышение чувствительности. Вот это повышение чувствительности приводит к тому, что вот этот образ, телесный образ, ощущение себя, вот эта проприоцепторная картина, проприорецепция, она становится ясной. То есть человек начинает себя ощущать. И раз он себя ощущает, то он с меньшей вероятностью себя в движении не навредит. Поэтому разминка должна предшествовать практике какой-либо. Потому что ты чувствуешь, как ты двигаешься, у тебя лучше мобилизируются все элементы опорно-двигательного аппарата, и ты как бы лучше это делаешь. Да, достаточно. Следующая часть пока вот, посмотрите, мы будем заниматься мобилизацией лопаток. Большинство проблем это, давайте так, вот наша разминка текущая, она попадет такими широкими мазками. Вот мы сейчас грунтуем полотно, художниками себя чувствуем, грунтуем полотно, размяли позвоночник, сейчас будем разминать стабилизаторы плечевых суставов. Большинство проблем с плечевыми суставами, когда нельзя как-то двинуть его, поднять вверх, отвести в сторону, когда руки слабеют резко, возникают в результате того, что нарушается стабилизация лопатки. Вот так вот, общо. Есть одно из упражнений, которое попадает сразу в десятки диагнозов. Это мобилизация, называется движение ретракция лопаток, протракция лопаток. Если со стороны посмотреть на мои лопатки, вот я их свожу сзади, называется ретракция, отвожу вперед, протракция, давайте ближе к вам, чтобы вы понимали. Это вид движения. Слишком ярко. Да. Вот ретракция, протракция. Не поднимаю их вверх, а вот назад лопатки собрал, вперед увел. Лопатка ушла назад, вперед. Ретракция, протракция. И это очень существенно делает вклад, эффект состояния плечевых суставов. Как мы будем делать? Будем делать это на полу. Вот я опираюсь руками, видно меня, да? Собрал лопатки на спине, сжал их, раздвинул. Не работает здесь уже позвоночник. Это не про позвоночник, это про лопатки. Собрал, отвел. Собрал, отвел. Собрал, отвел. Собрал, отвел. Хорошо. Я почитаю ваши запросы. Вы смотрите, сейчас мы будем широкими мозгами по телу проходить. И если что-то вспоминается, вот у меня там тут болит, да? Или там я хочу понять, как это работает. Пишите. Я потом посмотрю, выберу какие-то ключевые темы, и мы их разберем уже детально. Какие-то вещи. Что делать, если, например, не могу поднять руку вверх? Как поступить? Вот. Как протестировать? И так далее, да. Хорошо. Достаточно. Такое интересное в результате ощущение, как будто устают руки, и как бы что-то в глубине рук, под лопаткой. То есть, стоит как раз зубчатая подлопаточная мышца работает. Хорошо. Даем рукам отдохнуть. Поработаем сейчас со стабилизаторами ног. Так же, как вот. Зачем нужна стабилизация в руках? Смотрите, чтобы вы понимали. Вот я беру, вот у меня есть бутылка тяжелая с водой. Здесь сейчас, не знаю, литров 10. Вот я беру ее. Вот эта вот бутылка, она на что опирается? Я же в руке ее держу. Она опирается через руку на мою грудную клетку. Вот я ее взял. Если у меня стабилизатор лопатки плохо работает, ну вот, скажем так, те мышцы, которые удерживают лопатку на спине, то у меня будет включаться очень сильно грудная мышца. Я буду держать вот так. Видно? То есть я не буду держать ее вот ровно, а буду вот туда уводить. И если, допустим, у меня слабые стабилизаторы лопаток, слабое как бы приделывание рук к корпусу, то моя планка будет выглядеть вот так. Будет поднятие плечей, будет сильное включение грудных мышц. Вот я буду стоять вот так в планке. В асистха асане будет переработка вот здесь. То есть различные асаны. У меня будет слишком сильное напряжение в шее и в воротниковой зоне, как результат слабости вот этих вот стабилизаторов лопатки. А вы пишите сейчас, я смотрю, что там за вопросы. То есть в идеале мне нужно учиться включать те части тела, которые должны это делать. То же самое с ногами. Сейчас работаем с ногами. Ноги вместе. Колени вместе. Мы вращаем коленом по кругу. Мягко, глубоко, медленно. Здесь ключ в медленном движении. Наружу. Чтобы я в каждой точке, как стробоскоп, да? Все же были на дискотеке наверняка, да? Стробоскоп. В каждый момент времени могу остановить это движение. В каждый момент времени, чтобы мочь его контролировать. То есть не маховое такое, да? Бросил ее туда-назад, да? И она полетела куда-то назад. Соседа, да? Я медленно это делаю. В другую сторону. В другую сторону вращаю. Ноги, точнее ягодицы, такие уже будут чувствоваться. Плюс мы работаем с кресом, с кресово-подвздошными суставами, с поясницей, с тазобедренными суставами, с ягодичными мышцами. Если у кого-то проблемы с ними, вы сейчас это почувствовали наверняка. Другая нога. Вращаем по кругу. Плавное объемное движение. Вот, плавное объемное движение. Иногда мы можем в плане, подобрав какое-то неправильное упражнение, спровоцировать обострение у человека. Ну, такое иногда случается, да. Меняя направление на другую сторону. Иногда провокация нам нужна, чтобы понять, где проблема, чтобы более точно выяснить. Это называется провокативный тест. Назволяет нам понять, где собака зарыта. Супер. Достаточно. Достаточно. Возвращаемся снова к лопаткам. И теперь смотрите, что мы делаем. Все здесь. Значит, вот. Вот я как бы стою руками на полу. Видно лопатки? Да. Смотрите. Вот мы делали вот так. Собрали. Вытолкнули. Собрали. Вытолкнули. Теперь мы делаем вращение. То есть мы подняли их вверх. Собрали. Прокатили, собирая по низу. По спине. До самого низа. Сделали протракцию. Протракцию подняли вверх. Сделали ретракцию. Опустили вниз. И вот так вот вращаем, пытаясь вот этот момент. Сверху лопатки опустить вниз. Удерживая их, чтобы они не раскладались вот так. Не разъезжались в сторону. Удерживая их. По спине. Поехали. Вопросы. Это такое бесконечное. То есть является ли остеохондроз противопоказанием? Не спешите. Мы поговорим про остеохондроз. Потому что это же основное. Остеохондроз-то у всех есть. Лежа. Простите. Сидя на полу. Опираясь на пол, мы делаем это. Руками оперлись. Поехали. Раз. Десять-пятнадцать в одну сторону. И так же в другую. Кому-то из вас, у кого болят плечи, кому-то поможет уже. Кому-то обострит. И то, и другое хорошо. Потому что так мы можем понять, где проблема. В другую сторону. То есть вращаем все то же самое, только направление вращения меняет. Стараемся, чтобы у нас позвоночник не работал. Мы плечами, лопатками двигаемся. Хорошо. 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 Так. Следующее упражнение. Поработаем с поясницей. Будем использовать специальные упражнения из системы Маллиган. Еще не Маккензи, Маллиган. Для того, чтобы мобилизировать поясничный отдел. Конкретно мобилизировать те из вас, у кого передний наклон таза и плоская поясница, я уверен, что это 70-80% женщин, почти 90% мужчин, я имею в виду с плоской поясницей и с небольшим хотя бы наклоном таза вперед. Вот это как раз то упражнение, которое позволяет чуть-чуть сдвинуть таз назад и заставить поясницу, но оно еще не прогибает поясницу, оно убирает этот спазм из нижнего поясничного отдела. Ноги вместе, коленки вместе, да, вот они поставили все вместе. Дальше, что я делаю? Я делаю вдох, на выдохе сильно собираю живот, вот я намеренно разделся, видно, чтобы живот было, собрал, напряг его, скруглил поясницу. Посмотрите, вот грудная клетка скругляется, да, нет, грудная клетка не участвует, поясницу скруглил, вот, грудную клетку держу прямой практически и расслабил, да, вдох, выдох, скругляю поясницу. Попробуйте сейчас несколько раз сделать и посмотрите, я ближе покажу. Вот как будто я стою, да, я вдох прогнулся, ну, в нормальном положении был. На выдохе я собрал живот, напряг его весь, напряг промежность и вот все упаковал здесь. Плотненький, плотненький живот сделал. А поясница вся такая круглая стала. Позвонки выпетелись вверх. Да, вдох, выдох, вдох, вдох, вдох. На выдохе промежность, живот собираем, выдох, еще раз вдох, выдох. Хорошо. Хорошо. Теперь следующий этап. Мы научились делать это движение, мы его усложняем, то есть также вдох, выдох собрали и продолжая выдох, вот я начинаю двигаться назад, в каждой точке движения, вот прям до самого низа, я стараюсь скруглять поясницу, то есть делать еще, еще, еще более круглой, но не грудную клетку. Видите, вот я накруглил ее, да? Прямая она, поясницу, поясницу. Это только одним способом можно сделать, если сильно собирать живот, прям вот он сильнее и сильнее напрягается. Вдох, поднялся, расслабился, выдох, собрал промежность, живот и опускаюсь назад, назад. И продолжаем. Вдох, поднялся, расслабился, выдох, собрал, назад, 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 назад. Ага, продолжаем. В каждой точке движения все время усилие в живот, чтобы поясницу выпрямлять, скруглять даже. Хорошо, хорошо. Ну как вы там? Нормально все? Сейчас, сейчас мы будем делать уже, давайте такое специфическое упражнение сделаем. Да, мы сейчас кефазировали поясницу, все правильно, но мы на самом деле иммобилизировали нижнюю частью. И это задвигая вперед, да, такое, если в спине что-то болит, или вообще в суставах что-то болит, значит, два варианта, да, основные. Понятно, что их существует, просто безумие этих, как много всего, но в целом два основных направления. Либо что-то слишком сжалось, либо что-то слишком болтается. Все. Где-то слишком неподвижно и где-то слишком болтается. Часто вместе. С одной стороны где-то зажалось и не работает, а все, что рядом, слишком болтается, потому что работает за него. Понятная идея? Очень простая. Вот если эту идею себе просто татуировку надо сделать, да, спина болит, что-то где-то зажало, а где-то рядом болтается. Просто запомнить это навсегда, и ты сразу поймешь, как работать с этим. Нужно то, что зажало, расшевелить, то, что болтается, укрепить. Все. Это весь Маккензи. Вот, это потрясающая, элегантная система, которая дает нам просто миллион вариантов. Очень простых. Итак, давайте сейчас сработаем. Кого болит поясница? Поднимите руку, подержите, чтобы я вас посмотрел. Ага, давайте сделаем с вами тест и попробуем прямо сразу один инструмент. Очень классный. Подержите еще, чтобы я увидел. Раз, два, кто там? Ага, поясница, поясница, поясница. Так, еще следующий экран. Поясница, поясница. Ага. Хорошо. Хорошо. И еще масса людей, которые остаются без видео. Давайте с вами сделаем тест. У кого не болит поясница, делать этого не надо. Но посмотрите, запоминайте, как работать с этим. Сейчас. Мы сделаем тестирование в первую очередь. И сделаем упражнение во вторую. Сейчас, секунду. Тут съехало все. Вот, я встаю. К вам, да, вот встал. Первое. Встали. Пробуем. Вот так я ставлю руку себе на крестец ягодицы. Нечуть напрягаю ягодицы. И делаю прогиб немного назад. Наблюдаю, есть ли там где-то боль. Ну, может быть, там в крайнем положении или ближе к крайнему. Есть ли боль там вообще? Вот у кого есть боль, пожалуйста, вот все остальное для вас. У кого нет боли, да, еще один такой момент. Наклоняемся вниз до конца. Наклоняемся, складываемся. Ну, с соблюдением техники безопасности, пожалуй, без вот этого всего-то. Изо всех всего, да. С проворотом таза. Если проворот таза не работает, сгибаем ноги. Проворачиваем таз, включаем поясницу. Длиняем позвоночник и наблюдаем, есть ли в крайних положениях боль в пояснице. Может быть, в момент подъема вверх. Вот если есть да-да или какой-то один из положений дает да какое-то одно, то мы с вами делаем следующее упражнение. У кого нет, просто смотрите, записывайте, наблюдайте, запоминайте. Те, кто, значит, делает, тот делает. Что мы сейчас будем делать? Мы будем чинить свою поясницу методом Робина Маккензи. И это не то, что делают обычные йоги. Поэтому это интересно, как бы другой метод. Как это работает? Демонстрирую, будьте внимательны. Тут есть нюанс. Вот я ложусь на живот. Да, хорошо, мне лег. Расслабил спину, максимально расслабляю. То есть вот насколько могу расслабил ее. Ставлю руки примерно на уровне плечевых суставов. Ну, как будто отжиматься собираюсь. Вот ноги лежат на полу. И моя задача максимально расслабить спину. То есть вот поза кобры, да, поза сфинкса, поза там кобры. Нет, это не то. Нужна максимально расслабленная спина. Ни в коем случае спину напрягать не надо. Я ставлю руки на ширине комфортной плечи. И дальше себя вот так пассивно, руками. У меня руки работают. Я поднимаю себя вверх до ощущения дискомфорта. В пояснице, там, в спине, в нижней части спины. Раз, опустил, споднялся. Там вдох. Спина расслаблена. Я прогибаю спину через расслабление. Выдох. У этого упражнения есть серьезная теоретическая база. То есть оно реально работает. И оно очень такое интуитивное, если вдуматься. Три. Продолжаем. Четыре. Поднялись. Вы можете заметить, что в какой-то момент становится выше подъем. Пять. Не бойтесь. Вы поясницу себе таким образом не повредите, если будете постепенно это делать. И не будете напрягать именно. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Задерживаться тоже там не надо. Десять. Хорошо. Достаточно. Вышли из положения. Хорошо. И теперь мы проверяем. Встали. 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 Сделали. Чуть там. Пошевелитесь немножко. Поставьте руки на ягодица. Сделайте снова прогиб. Сделайте наклон. И отметьте, изменились ли ваши ощущения. Ага. Отметьте, изменились ли ваши ощущения. Стало ли полегче тому, кого болело. Вот. И я пару слов скажу о том, что работает. Почему это работает. А, но есть те, на ком не сработает. Это тоже нормально. Для вас есть другое упражнение. Но в следующих сериях. Сегодня мы продолжим. Сейчас шею сделаем. Мы про теорию поговорим. Сразу, да? Раз. И срабатывает. На ком-то нет. Но вообще у большинства людей срабатывает. Почему? Почему срабатывает? Давайте объясню. Не напрягаем ягодицы. Не напрягаем позвоночник. Вообще такой контринтуитивный для того, кто практикует йогу, тема. Сам, когда я увидел, такой, ну, боже мой, сейчас сломает себя. А потом я послушал объяснение. И понял, да, действительно имеет место быть. Показываю. Смотрите, снова вернемся мы к демонстрации вот этой чудесной девушки, которая никак не постеснялась показать свою прекрасную поясницу. Так, сейчас, где это вообще находится? А, вот тут. Свою поясницу и как бы себя вообще продемонстрировать людям. Вот, посмотрите. Вот она. Что мы видим? Мы видим очень четкую картину, на самом деле. Вот те из вас, кто будет погружаться в тему анатомии и физиологии. Сейчас вот я, чтобы держать, чтобы мышку можно было освободить. Вот, смотрим сюда. Мы видим одну вещь худенькая. Раз. Мало мышц. Очевидно, да. Высокая. Видим, что ягодицы развиты. Попу качает. Молодец. Выглядит красиво. Но. Есть одна интересная. Попа вообще. Ягодицы крепкие. Это просто залог здоровья, на самом деле, весьма очень важный. Вот эта линия ягодиц и линия спины, отклоняя, она просто отклоняет верхнюю часть спины чуть-чуть назад от вертикали. Создает визуальную рифму с животом. Видите, живот чуть-чуть вперед и поясница. И создается ощущение, что она вот так вот, позвоночник у нее. Это визуальная рифма называется. Вот если она чуть подтянет живот, ну давайте, например, как-нибудь еще увеличим. Просто сделаем вот так. Видно? Вот я живот убрал просто линией. И уже по-другому воспринимается чуть-чуть. То есть есть такая тема, как визуальная рифма. Вот это рифмуется. И мысленно центр тела, а позвоночник мы мысленно помещаем в центр, хотя он, конечно, ближе к пояснице, понятное дело, тоже делаем таким изгибистым. Но на самом деле это не так. Вот представьте себе какую-нибудь африканскую женщину с такой квадратной задницей вообще. Простите за выражение. И у нее что? У нее под 90 градусов позвоночник расположен? Конечно же нет. Нет, никто же не говорит, что. И все говорят, вот у африканской женщины гипервардоз. Да нет, у них просто ягодицы чуть повыше. И поэтому кажется так. И вот смотрите, проблема какая у нее и у большинства людей. Плоская поясница и передний наклон таза. Сейчас мы смотрим дальше эту историю. Вот она, поясница прямая. Что мы сейчас с вами сделали? Мы механически толкали свою поясницу через рычаг тела в состояние прогиба. Причем таз у нас лежал на полу, зафиксирован. Ничего мы специально с ним не делали. Мы просто вот этот регион весь прогибали с вами. Прогибали, прогибали, прогибали. Десять раз. Теперь давайте, как это работает с точки зрения терапии объясню. Если на вас это сработало, вот кто из вас, у кого болело и сработало, есть такие. Сейчас я включу экран. Есть такие. Значит, вам просто взять это упражнение и ближайшие три дня, три дня, не очень долго, через каждый час. Каждый час десять вот таких вот повторов. Три дня подряд. И через три дня, скорее всего, вы существенно почувствуете изменения и подвижности, и осанка изменится. А осанка является ключевым фактором вообще в формировании вот этих всех историй осанка. Ну вот. Прикольно? Как работает? И идея очень простая. Если копчик стреляла, если возникает боль, тут есть, ну, просто, смотрите, мы можем только одну эту тему разбирать все четыре занятия и даже всех нюансов не разобрать. Очень большая она терапия. Очень много нюансов. Копчик, тазобедренные суставы, грецово-поздошные суставы, стабильность, тазовое дно, органы. Все это вместе, это комплекс. Тело всегда как одно целое. И когда ты в это погружаешься, ты учишься системному анализу, выделению проблемы и почему эта проблема. Поэтому давайте мы, если вы хотя бы примерно общую карту хотите получить, тогда надо вот эту историю попытаться разобрать. Теперь. Есть такие, на ком не сработало? Давайте сейчас посмотрим. Поднимите руку. Раз, два, отлично, три. Еще там я смотрю, четыре. И давайте смотреть дальше. Если не сработало, делаем другое упражнение. Будем экифазировать коясницу, а не прогибать. Ложимся на спинку. Вот оно положение. Здесь ставим ноги вот так. То есть сгибаем тазобедренные суставы, сгибаем в коленные суставы, захватываем себя за колени. Поясница у нас крестец, вот крестец лежит на полу. Поясница, ну, скорее всего, тоже лежит. У большинства она будет лежать. Теперь делаем вдох. И на выдохе аккуратно руками прижимаем ноги, прижимаем. Стараясь максимально прижать поясницу и работать ногами, как рычагом. Раз, рычаг. У меня таз оторвался слегка. Крестец, копчик оторвался, потом крестец. Крестец, я прижал, вдох, вернул. Чувствую, снова на крестце, на вот этой косточке, на площадке нахожусь. Вдох, выдох, снова прижал. Вдох, выдох, снова прижал. Вдох, выдох, прижал. Четыре. Продолжаем. Вдох, выдох, прижимаю. Не надо входить вот в это дело, да? Максимально прижать к полу. Прижимаю только ноги. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Достаточно. И момент истины. Встаем. Встаем снова. У кого не работал. Подвигайте тазом, расслабьтесь. Руки на ягодице. И снова пробуем. Пробуем разогнуться. Прогнуться, соответственно. Хорошо. Отметили, как изменилось. Пробуем согнуться. Сгибаемся. Может, и свой вариант какой-то, как вы делаете, сделать. Сравниваем, что там в прогибе, что там в наклоне, изменилось ли. И в вашей версии как работает. Так, пишите. Сработало. Отлично. Сработало. Значит, если сработало это, та же самая рекомендация. Ближайшие три дня, каждый час, десять раз. Все. За три дня вы накопите вот это необходимое воздействие в позвоночнике, которое будет его располагать в правильную форму. Потому что вот эта осанка, правильное расположение регионов тела, оно необходимо. Ну, давайте сейчас еще одно упражнение сделаем. И финализируем нашу теорию сегодняшнюю. Я хотел бы еще про концепцию вас расслабляет. Должен быть эффект про концепцию. И уже следующее занятие, оно будет полностью посвящено каким-то вот разборам. Я проанализирую, что вы написали. Соотнесу со своим обещанием, так сказать, в плане программы. И сделаем. Нет, надо выбрать какое-то одно. Выбрать какое-то одно. И делать только, если у вас есть на эту тему боль. Дискомфорт, боль. То есть не надо делать просто так. То есть это конкретное упражнение. У него конкретный эффект. Не спешите. Коснемся потом этих дискомфортов. Давайте сейчас следующее. Следующее упражнение. Поднимите руку, у кого болит шея. И подержите, чтобы я увидел. Я просто полистаю. Я вижу шея, шея. Раз, два, три, четыре, пять. Подержите, подержите, чтобы видно было. Шея, шея. Так, раз. Это следующая страница. Ну и те, кто, значит, никак не проявляется на видео. Ну, будем думать, что у вас все хорошо, наверное, да? Ладно. Шея. Проверяем. Ровное тело. Сели. Что мы делаем? Тест. Первое – это тест. И вот это то, что если вы хотите заниматься терапией, что вам надо прям осваивать. Называется мануальное мышечное тестирование. То есть понять, что там с мышцами, что там с объемом движения, активный объем движения, пассивный объем движения. Вот это вот надо прям запомнить. Мануальное мышечное тестирование, объем активного пассивного движения. Моторные конторы над задвижением – это такие вот сущности, которые много-много раз будут повторяться. Да, поехали. Пробуем. Первое. Наклонить голову вниз. Наклонить голову назад. Вернуться. Опустить. Повернуть голову вправо. Повернуть голову влево. Опустить голову в блок в один и опустить голову в блок в другой. Обнаружите, где болит. В каких движениях болит. Для себя просто так. Болит, например. Ну куда? Вот туда больно. И вот туда больно. Все остальное не больно, допустим. Есть какой-то объем движения. Тоже для себя. То есть сравните. Примерно до плеча. А сюда, например, если больно. Ну не до плеча, а чуть-чуть не доводится. Больно становится. И тоже в одну сторону нормально опускается. Другую через боль. И не до конца. Отметили для себя, да? Где, что у вас конкретно. Теперь. Вуаля. Упражнение. Садимся ровно. Смотрите. У большинства современных людей в силу наличия смартфонов происходит такая ситуация. О, Инстаграм. Так, так. Реальный Инстаграм. И все спрашивают, а у меня заблокирован. Я создал Инстаграм, да? Вот мне Рау пишет, что студенты спрашивают мой Инстаграм. Я создал, потому что надо было эфир делать с страной совместной. Но я не пользуюсь пока. Он пустой профиль, да? Поэтому те из вас, кто подписался, видят, что там пусто. Вы отмечаете. Я вижу периодически, что отметки. Но я все надеюсь восстановить. Ну вот. Как бы идея понятная. Инстаграм там или что-нибудь еще. Я залив. Видно, что у меня с шеей происходит? Да? Особенно так. А если там интеркресло удобно, то вот так еще. И пролетают, значит, часы. О, профиль, значит, что там. Отметка. Из этого тичерза. Так, так. Кто там меня отметил? Понятно? Что происходит с шеей у нас? Это проблема одна и та же. То есть, происходит сфинксинг так листает, да? Много налистаешь. В мостике. В мостике надо делать. Класть его на пол и носом листать. Вот будет все хорошо с шеей. Значит, смотрим. Те из вас, кого болит шея. Делаем упражнение. Мы берем вот так пальчик, кладем с ним на подбородок. Этот снова Маккензи. Да. Работа за компом. Да неважно. Это просто пример телефона. В любом случае выдвигание головы там за компьютером, за книгой, в машине, в инстаграме, в телефоне. Без разницы. Кладем вот так пальчики себе на подбородок. И Джон Харабанха, помните? Не вот это вот, а вот оно. Поджимание подбородка. Помните, мы с вами разбирали? Вот это беру и толкую. Толкнул. Вернул. Раз. Толкнул. До конца, до упора. И прям пальчиком помог себе. Пальцами дожал туда. Повернул. Два. Три. Где-то на одну-две секунды фиксирую. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Достаточно. Чуть-чуть расслабьте. Проверьте. Вниз. Вверх. Вправо. Влево. Влево. Наклон боковой вправо. Наклон боковой влево. Отметили. И еще раз повторяем. Поставили пальцы. Толкнули. Раз. Два. Дожимаем. Три. Четыре. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Супер. Ну что же. Так-так. Чуть-чуть подождите секунду. Я хочу поставить на ваши лица. Давайте пробуем. Вверх, вниз. Влево, вправо. Вниз. Вверх. Вправо. Влево. Наклон. В одну сторону. Наклон в другую. Ну как. Поднимите руку. Кому стало полегче. Ну вот так вот. То есть простой инструмент, который очень четко попадает. Сразу же попадает в ситуацию. Сразу же. Кому-то нет, да? Не попал. Не попал. Значит, другое надо сделать. Шея. По-другому. Есть и другие инструменты. Важно. Из этого мы сейчас сделаем один важный вывод. Продолжая лекцию. Сейчас вот уже. Сейчас хочу посмотреть, что вы пишете. Похуже стало. Значит, не надо вам делать. Точно не надо делать. Очень классно. Кому-то. Ну, большинству мы видим, что даже если не болела шея, у многих подвижность могла увеличиться от этого. Так. Мне только хуже стало. Да, подольская. Хорошо. Тоже хороший пример. То есть, мы знаем, что делать не надо. По крайней мере. Объем движения больше. Ну, хуже может стать, потому что есть еще там много чего есть. Если, например, разбирать, брать кого-то в студии, мы просто берем и подряд всех разбираем. Можно найти и прямо сразу научиться это устранять. Масса примеров. Например, мышца элеватора лопатки. Часто дает боль в верхней боковой части шеи. И трудно, значит, поворачивать голову в сторону и наклонять голову. Смотрите, вот кому из вас наклонять голову вперед и в сторону больно? Да, вот смотрите. Я вот сяду боком. Вперед и в сторону. Вперед и в другую сторону. Вот если боль есть в этом движении, и, соответственно, назад и в сторону. Назад и в сторону. Особенно если назад и в сторону и лопатка. Вот это движение. Назад и в сторону лопатка с одной стороны и с другой стороны. Участвуют здесь трапеции и элеватор лопатки. Это очень частая проблема, которая приводит к боли в верхней части шеи, а причина внизу шеи. И боль еще отдает вот сюда, в область в голову, в височные доли, вот сюда. Масса тонкостей. Не будем сейчас в это погружаться. Значит, возвращаемся к нашей лекции. Что я хотел вам сегодня продолжить. Вот эту мысль все, что у нас уже почти два часа пролетело. Идея в чем? Что когда мы все-таки критически взглянули на свои возможности, на свои знания, на то, что бывает, что человек не все нам говорит, понимаем, что нам необходимо хорошо учить матчасть. И все-таки мы решили заняться терапией. Несмотря на все вот это, решили все-таки заняться. То какие принципы вообще к занятиям в йога-терапии? Какие принципы? Принципы терапии следующие. Они очень простые. Я просто повторяю здесь Артема Фролова, потому что это один из моих учителей в терапии. Я считаю, что очень хорошо про нам такое сделать. Пусть немножко энергии и внимания вашего тоже пойдет туда, потому что он заслуживает своей деятельности этого. Первое – это безопасность. Первый главный принцип. То есть то, что мы должны давать в группе, оно должно быть относительно безопасно. Понятно, что всегда есть шанс убиться. Есть люди очень талантливые в этом смысле. И они как это все равно совершат самоубийство, как бы мы их не спасали. Но в смысле, имею в виду, повредят себя, как бы ты им ничего не объяснял. Но важно пытаться сделать все-таки создать программу, создать какое-то объяснение, описание, направление максимально безопасным. То есть принцип «не навреди» – он присутствует, номер один. Второе – это эффективность. То есть, допустим, к вам пришел человек, который говорит, у меня болит шея, надо начинать с пяток. Давайте разомнем пятки, мобилизируем пяточную кость, поработаем с наклоном, вытянем брюшную полость, и в конце концов, три минуты в конце занятия затратим ваши шеи. Надо работать непосредственно с этой зоной, которая проблемная, на которую человек жалуется. То есть нужно эффективно и точечно, точно с этим работать. И третий принцип, понятно с этим, безопасность, отвлекать. Да, иногда работает, есть тоже инструменты на эту тему. Безопасность, эффективность. И третье – это обязательно доступность. То есть, допустим, как там, боли в спине, по штангаминьясе лечатся мостами. Мост. Ну, вот пришла бабушка, говорит, вот у меня спинка болит, милок, мостик там, говорил великий, кто там, Потапхи Джойс. Давай-ка делай, бабуля, штангу первую серию. Ну, то есть нужна какая-то размер соответствует. Нужно иметь некоторую градацию подводящих асан, для того, чтобы, или каких-то форм, для того, чтобы мочь, чтобы человек мог это сделать, и ему это не вредило. Вот пример сейчас мы с вами прекрасно видели. То есть, есть… Сейчас отвечу на вопрос, мне понравился. Пример того, что мы с вами сейчас сделали, оно относительно просто выполняется. Простые техники. Хороший вопрос по поводу йога-терапии в группе. Есть ли толк? Спрашивает Карина у нас. Мати Русова. Да, есть толк, потому что есть такие потрясающие комплексы, которые в основном все йога-терапевты начинают с каких-то групповых историй. То есть, ты начинаешь вести, отучившись на йога-терапию, у тебя есть набор базовых программ. То есть, там, комплекс для терапии опорно-двигательного аппарата, там, спина. Да, у тебя хондрозный такой комплекс. Репродуктивная система, дыхательная система, какие-то там конечности, истории с мобилизацией. Помните, мы делали с вами, мобилизировали запястья, там тоже есть история со стопами, болящими там голеностопным суставом, коленом. То есть, есть определенный набор таких карточек, которые, они в целом так построены, что они более-менее работают качественно с отдельно взятыми зонами. Поэтому, да, есть смысл. Иногда бывает, знаете, такое выражение, метод работает в руках мастера. Иногда бывает очень талантливый человек, и в некоторых случаях ты попадаешь на какие-то совершенно невероятные комплексы, которые вот только он сам придумал, и ты там находишь ответ на свой вопрос. Иногда нет, но это как повезет. Но в целом, да, есть эффект от групповых йога-терапических занятий. Но он очень общий. Если хочется более глубоко, надо работать лично, потому что лично всегда ты в контакте, ты видишь, как человек делает, ты на него вытратишь свое внимание. То есть, ты можешь всю свою экспертизу в это направить. Да, понятно? Так, ну что же. Вот такой у нас получился экскурс. Давайте пару слов о взглядах мы рассмотрим. Когда мы… Давайте вот следующее занятие будем продолжать опорно-двигательный аппарат. То есть, с шеей поработаем, с поясницей, с грудной клеткой. Да, будут куча упражнений. И я буду ориентироваться на то, что… И вы тоже задали, на какие вопросы вы задали. Вот. Но вот если подумать, да, вот так вот. Хорошо. Вот вы запишите вопрос. Я хочу начать йога-терапией заниматься. Как мне это сделать? Что мне надо сделать? Помимо того, что есть какие-то базовые образовательные модели, да, там, например, курс у Артема Фровлова, курс у Сергея Агапкина, они очень сложные, фундаментальные. Не просто будут учиться, если вы пойдете. Но это даст хорошую основу, вот эту патофизиологическую. Вот. А если вы хотите иметь какой-то готовый инструментарий, нужно какую-то концепцию взять. Например, концепция Маккензи. Робин Маккензи. Есть книга на эту тему. Вы просто берете, ищите Робин Маккензи, у него есть книжка, что-то там про простые упражнения для суставов из позвоночника, что-то такое название, я не помню сейчас. И просто берете их и начинаете исследовать, да. Или концепция Маллиган, современная концепция, тоже, она работает с артикуляцией суставов, то есть она учит нас, ну, как бы, учит нас таким положением, чтобы мы учились контролировать свои суставы. Можем это применить в своей практике легко. Тоже можно поучиться этому, пойти отдельно. Вот. Или, например, метод Филденкраиза. Потрясающая система, много упражнений я, например, использую в своих групповых программах из метода Филденкраиза. Потому что они тоже построены таким образом, что человек, выполняя их, обучается контролировать свое движение. Давайте пример это сделаем. Одно из, например, сразу, чтобы вы не засыпали, еще один. Сейчас упражнение сделаем. И вот на вопрос, вот я вижу, вопрос был, что там на экзамене понадобится. На экзамене будет просто очень. Вот терапия, это не обучение терапии, это знакомство с терапией. Я вам дам инструменты, а на экзамене будут противопоказания. Чего не надо делать, да. И мы это будем обсуждать еще. Чего не надо делать, при каких ситуациях. Вот это надо запомнить, зазубрить. Это будет. А что надо делать, я не буду с вас спрашивать, потому что здесь недостаточно времени, чтобы вы целиком все это усвоили. Но какие-то инструменты у вас будут, и опять же будет запись, и вы сможете их использовать. Понятно? Хорошо. Сейчас мы с вами сделаем одно из самых травматичных для поясницы упражнений. То есть в 90% случаев поясница травмируется из-за него. Чтобы стать инструктором достаточно? Ну, общие представления – да, достаточно. Чтобы стать йоготерапевтом – нет, конечно. Но вот это все, о чем мы сегодня говорим, для того, чтобы понять, вот если я инструктор, где пределы моих компетенций, то, с чего мы начинали. Не надо не ставить диагнозы, не надо стремиться человека вылечить скорее, надо быть очень аккуратным в этом процессе. Знаете почему? Я не помню, закон, как называется такой, чем меньше экспертиза и опыта, тем больше уверенности. Знаете такое? Сейчас я посмотрю на вас. Секундочку. Чем больше человек опыта у него, тем больше он сомневается. Потому что почему? Потому что он смотрит на ситуацию, и он и так может ее посмотреть, и вот так, и вот эдак. То есть один и тот же симптом, вариантов массы того, что это может быть. А если человек неопытен, да, у тебя вот точно вот это, сейчас мы тебя починим, сто процентов, зуб дают. Вот это вот все. Это результат отсутствия воображения, которое развивается в процессе обучения. Поэтому вот, да, врач тоже несет ответственность своей лицензии. Ну, поехали. Значит, вот оно упражнение, которое травмирует в 90% случаев поясницу. Вот оно. Наклон. Никакой не прогиб. Наклон для поясницы – это экстремальное положение, потому что поясница – естественное состояние. Это прогиб, она легко это делает, для нее это нетравматично. А вот наклон для нее – это экстремально. И вот мы сейчас сделаем подводящее упражнение. Оно терапевтично. И терапевтично, знаете, в каком ключе? Оно обучает тело правильному движению. Я на эту тему делал буквально на днях большой мастер-класс двух с половиной часовой про безопасную гибкость. Если вам интересно, напишите, я скину ссылку, там запись уже есть. Можно будет ее приобрести, позаниматься. Смотрите, вот оттуда упражнение, которое обучает меня чувствовать свою поясницу в наклоне, вообще все тело в наклоне, и, соответственно, себе не вредить. Называется ролл. Очень простое упражнение. Оно из метода филинг-райза. Его взяли в пилатес, его взяли в йогу, многие там в йога-терапию. Вот так выглядит вдох. На выдохе я скругляю голову, шею, скругляю грудную клетку. И вот так вот роликом, 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 роликом. Можно коленки подсогнуть, скручиваюсь. На вдохе я, соответственно, подсгибаю колени и вот так вот мягко-мягко-мягко-мягко раскручиваюсь. На выдохе закручиваюсь обратно. Закручиваюсь обратно. Закручиваю, закручиваюсь вниз. И делаю так раз. Давайте раз 10. Зачем? Для того, чтобы научиться чувствовать свою заднюю поверхность, запомнить это упражнение. Люди, которые плохо наклоняются у вас на занятиях, то есть они вот такие деревянные, они чаще всего травмируют поясницу. Потому что ноги их не пускают, они делают такие вот некоторые движения еще. И они все движения идут сюда, в поясницу. Там и грыжа диска, и нестабильность протрузии. Протрузии, грыжа, нестабильность, компрессия позвонков. Все является как бы результатом таких необдуманных усилий у начинающих. Так, хорошо. Те из вас, у кого есть протрузии, делая это упражнение, в какой-то момент почувствуете, что начинает побаливать. С высокой вероятностью, потому что мы выталкиваем вещество диска в сторону беспозвоночного канала, и возникает эффект. Давайте еще пару раз, и скомпенсируем это другим упражнением. И еще я покажу вам модель. Так, хорошо. Один и два. Два. Вопрос. Кого заболела поясница после этого упражнения? Давайте-ка посмотрим на вас. Есть такие, да? Или нет? Из пилатеса. Ну, это пилатес взял из метода Филденкрайза. Так, хорошо. Заболела, да, поясница? Ну, кого заболела поясница, сделайте вот это упражнение, которое мы с вами только что делали. Понадо лечь сейчас. Лечь на живот. Расслабить спинку. Расслабить спинку полностью, да, вот. Добиться, чтобы мышцы спины расслабились. Поставить руки и аккуратно сначала невысоко поотжиматься. Добиваться того, чтобы поясница была абсолютно и вообще вся спина расслаблена. И мы обратно лордозируем свою поясницу, возвращаем ее нормально. Попробуйте. Нормальный прогиб. И сразу там возникает даже такой определенный эффект в силу того, что мы создаем давление по задней поверхности тела позвонков. Мы выдавливаем пульпозные ядра. Вот сам Робин Маккензи и его ученики, поделайте пока, я объясню, предлагают рассматривать это так. Вот вы берете, например, арбуз, кушаете, арбузную косточку скользкую берете в пальцы, между пальцами, да? Вспомните это ощущение. Вот если с одной стороны сжать, то в одну сторону выстрелит, да? А с другой стороны сжать, в другую сторону выстрелит. И вы нажатием пальцев можете регулировать направление вот этого движения. Вот диск по своим свойствам, да, он, конечно, не похож на косточку, это жидкость гелеобразная такая, но он работает так же. Вы сжимаете с одной стороны, выпячивается в другую, компенсирует это движение. И вот сейчас сделали это упражнение, стало легче в пояснице. Как у вас ощущение сейчас? Чувствуете, как ее расслабило после прогибов? Вот такой вот срыв шаблона, да? Вот очень часто мы в йоге слышим историю, что надо поясницу кефазировать, но это абсолютно вообще глубочайшее заблуждение, которое до сих пор никак не выветрится из среды. Оно в 90-х еще появилось, и так его просто как флаг передают из одного титчерса в другой, из одного ученика другому, да, вот этот флаг, что надо поясницу кефазировать. Не надо этого делать. Ой, сейчас холивар начнется. Про ягодицы вспомнили и поясница. Давайте мы подготовимся сначала к нему. Чуть-чуть еще погрузимся в анатомию, в биомеханику этого движения. Это вот так. Поясница гнется, да, я боялась ее гнуть. Не бойтесь, нормально, она для нее нормально. Так, хорошо. Уже, я вижу, отваливаются, пора заканчивать трансляция. Что я хотел вам сказать еще? Тоже же устал. Мысль главная по поводу поясницы, таз, ноги. Сейчас. А, да, вот, механика. Я хотел показать вам эту самую модель и в двух словах проговорить с вами анатомию. Чуть-чуть. Сейчас запускается, пока у меня. У вас была моя хорошая знакомая Ксения Шацкая компания анатомии. Помните Ксюша Шацкая? Я ее как раз порекомендовал Рауфу. Сам отказался вести анатомию, слишком много. Еще есть. А еще ведется? Она еще идет анатомия или уже все? Еще идет. А парно-двигательный аппарат, кости, мышцы, связки уже прошли? Или еще? Уже прошли? Отлично. Отлично. Хорошо. А, да, да. О, да. Прекрасно. Ксюша, замечательный преподаватель. Вот, значит, смотрите, для того, чтобы заниматься терапией опорно-двигательного аппарата, надо прекрасно, прекрасно ее знать анатомию опорно-двигательного аппарата. Давайте мы заглянем, да, то есть, нам нужно понимать, как она устроена, там, спина, поясница на всех уровнях. Вот смотрите, допустим, сейчас вернемся к той идее, которую мы с вами сейчас пытались разбирать. Вот поясница, поясница. Поясница, вот, вы видите, что она в идеале имеет такой вот прогиб, прогиб, и вы видели на МРТ, то есть, там взгляд, получается, в таком сечении, что этот прогиб, он отсутствует, он прямой, например, на МРТ, вот девочке, которая демонстрировала, и весь прогиб на себя берет наклон таза, и тогда получается, что вот неровная такая дуга через весь позвоночник, да, через, получается, таз, потом пятый, четвертый, третий, второй, первый, и еще часть грудного отдела, там 12, 11, 10 позвонки, видите, это все как бы колонна позвоночника, которая участвует в прогибе, грудной отдел тоже участвует частично в прогибе, и вот в силу определенных особенностей нашего образа жизни, вот первое, это смартфоны, второе, это еще сидение на стуле, то есть, мы сидим, я сейчас изображу, ну, как будто на стуле сижу, я сижу вот так, да, в силу вот такого сидения на стуле происходит биомеханическое спрямление поясничного отдела, то есть сначала растягиваются мышцы, которые должны держать поясницу в тонусе в правильной форме, они растянулись, перестали это делать, потом растягиваются сухожилия этих мышц, тоже растянулись, перестали держать, потом связки, их там порядка 10 слоев разных связок позвоночника, надолосная, подолосная, там желтое тело, передняя продольная связка, задняя продольная связка, там, собственно, связка надолоситных, ну, в общем, много, короче, этих структур, все они растягиваются, поясница становится вот такой вот кефазированной, да, и вот как только она такой становится, вот давайте мы картинку эту посмотрим, снова, обратно смотрим на эту картинку, представьте себе мысленно, что произойдет, если поясница, выпрямится, к сожалению, нет возможности на этой модели это показать, произойдет неправильное распределение нагрузки между суставами и дисками, вот здесь находятся диски между позвонками, мы можем их увидеть, добавив сюда вот соединительную ткань, да, вот смотрите, так, еще диски не появились, появились замыкательные пластинки, вот диски появились, вот они, диски, и вот здесь суставы, вот они суставчики, фактически позвоночник, позвоночник устроен так, что каждый позвонок, он в себе сочетает три колонны, три таких опорных конструкции, одна большая и две поменьше, большая это тело позвонков, сверху и снизу диски, соответственно, а поменьше это суставные отростки вверх, суставные отростки вниз, три колонны, сейчас я вам продемонстрирую, продемонстрирую это, да, вот сейчас открывается у меня, и также рекомендую вам эту книгу для изучения, вот она эта книга, Капанжи, вот она книжка, видно, да, Капанжи, позвоночник, физиология суставов, гений, вообще гениальный чешский, по-моему, автор, когда-то давно, в конце, по-моему, 80-х годов, он создал визуализацию различных телекометических историй, посмотрите, как гениально, да, мачтовая конструкция, как хорошо видно, что как изменяется, и вот он создал вообще потрясающие визуализационные инструменты, опираясь на которые мы можем тестировать человека, видите, как стоит, да, кто стоит на одной ноге все время из вас, вот вы фактически формируете в себе вот такое вот изменение, да, вот оно, S-образный изгиб позвоночника, ну, не об этом речь, давайте, я вам рекомендую почитать гениальное, интереснейшее, очень простая и понятная инструкция, которая применяется и врачами везде, во всем мире, смотрите, вот схематичное изображение любого позвонка, ну, только первые и вторые позвонки отличаются существенно от этой, остальные тоже имеют свои особенности, грудной отдел свои особенности, поясничные свои, шеи не свои, но в целом все позвонки имеют одну и ту же морфологию, есть тело, вот это тело, шайба такая, есть душка, душка, есть боковые отростки, есть остистый отросток, который идет назад, есть суставные отростки вверх и вниз, вот они так соединяются в такой конструкт, видно, да, и вот они вместе формируют три опорные конструкции, о чем я сейчас говорю, тела позвонков и вот эти суставные конструкции, и вместе получается, что они формируют вот такую функциональную пару, посмотрите, вот так выглядит позвоночник конкретно, в данном случае поясницы, сейчас покажу функциональную пару, смотрите, вот сейчас чуть-чуть меньше сделаю, вот она, вот два позвонка, сверху и снизу, сверху и снизу позвонки, между ними находится диск с пульпозным ядром, здесь связки между остистыми отростками, вот она, капсула сустава мелких позвонков, и вот они работают вместе вот так, видите, точка опоры и две пружины, с одной стороны пружина – это диск, с другой стороны пружина – это связки и мышцы между остистыми отростками, представьте себе на секундочку, это как система весов, просто представьте это как весы, точка опоры, где чашки, относительно которой чаши весов колеблятся, это вот эти вот отростки, суставные отростки, это суставы мелкие, а вот эти две пружины – это, соответственно, диск и мышцы спины, теперь представьте себе такую ситуацию, вдруг почему-то мышцы спины выключились, ну, потому что мы их растягиваем положением сидя, и очень большое давление в силу того, что мы сгибаем, то есть у нас вот эта стрелочка изображает, сверху и снизу нужно нарисовать то, что происходит, когда мы скругляем спину сидя, вижу, что уже все заканчивается, внимание, сейчас все прекратим, то есть вот эта демонстрация, она была нужна для того, чтобы показать, что та осанка, которую мы формируем сидя, приводит к тому, что повреждается определенным образом позвоночник, он, как правило, выпрямляется в пояснице, это прям проблема для поясницы, надо возвращать ей прогиб, для того, чтобы она стала функциональна снова, вот, и для того, чтобы вот в этом всем разбираться, нам необходимо очень хорошо знать опорно-двигательный аппарат, поэтому в течение всего вот этого курса у нас будет еще четыре занятия по терапии, четыре же, или три, четыре, ну вот, короче, терапия и шаткарма будет, мы с вами будем регулярно обращаться вот к этим моделям, пытаться разбираться, что там не работает, но на конкретных уже примерах, сегодня была вводная лекция, такая вводная практика, чуть-чуть мы потрогали все это, спасибо вам большое за внимание, надеюсь, было интересно, сейчас включу себя заново, да, надеюсь, было вам интересно, что-то мы попробовали, название книги Капан Джи, Капан Джи, физиология суставов, называется, физиология суставов, вот, пожалуйста, благодарю вас за внимание, всегда приятно видеть такое количество заинтересованных лиц, вот, надеюсь, вы для себя извлекли что-то полезное, вот, не расстраивайтесь, если вдруг вам показалось, что все это очень сложно, и этого много, да, этого много, да, это сложно очень, и очень разнообразно, но это не значит, что лично у вас не получится этим заниматься, это потребует, безусловно, усилий для того, чтобы разобраться в теме терапии, но оно того стоит, это интересно, вот, или, по крайней мере, вы сможете точно сказать, что это не ваше, вот, тоже нормально, про противопоказания мы еще поговорим подробно на следующих наших занятиях, ну все, благодарю вас, да, ребята, вам счастливо, спасибо, спасибо, Продолжение следует...